Спасибо. Добрый день. Извиняемся за такую заминку. Давайте начнем. Меня зовут Алексей Якуль. Я являюсь руководительным проектом SEO-стадии.ру. Совместно с проектом SEO-news мы проводим 26-й интерактивный онлайн-семинар по интернет-маркетингу. Организационный партнер данного мероприятия – это учебный центр Дукор, который проводит семинары по Google AdWords, по Google Analytics. В ближайшее время пройдет очень дистанционный курс по интернет-маркетингу с 20 по 28 декабря. Можно будет его пройти в Санкт-Петербурге, либо дистанционно участвовать. Регистрация открыта на сайте SEO-стадии.ру или на сайте dupor.ru. Как и все прошлые семинары, семинар будет проходить следующим образом. Сперва выступает докладчик, затем вы задаете ему вопросы. Вопросы вы можете задать либо в письменной форме, для этого в графе чат пишите ваши вопросы, и в дальнейшем она будет зачитывать их докладчикам. Кто хочет задать вопрос голосом, то тоже в чате пишите, что вы хотите задать вопрос голосом, мы включим вам микрофон. С сожалению, у меня от другой системы здесь скриншоты приведены, но в этой системе у вас тоже в графе чат будет видно. Теперь я передам слово Анне Макаровой, она вам более подробно расскажет докладчику о регламенте. Спасибо, Алексей. Еще раз всем добрый день. Слава Богу, что мы начали. Итак, давайте подробнее о программе. Сегодня у нас запланировано три доклада. Между каждыми докладами мы будем делать пятиминутные перерывы. Начнет наш семинар Алексей Подымов, аналитик компании Ingate. Его тема называется «Недавние изменения в учете ссылочного веса при ранжировании в поисковой системе Яндекс». Продолжит семинар Леонид Гроховский, руководитель отдела SEO компании AeroMedia с темой «Результаты исследования факторов ранжирования SEO Almona 2010». Также хочется отметить, что в докладе Леонида Гроховского ему помогут Николай Хиврин, Альтвебгрупп, Сергей Карпович, Апекс, Дмитрий Жохов, Анмедиа, Виктор Нагатьев, Perfect SEO, Антон Агапов, вебэксперт и Александр Люстик. Все эти люди участвовали как эксперты в исследовании и будут дополнять Леонида. И завершит нашу сегодняшнюю программу Юрий Кушниров, руководитель seulip.ru с темой доклада «Исследование разницы выдачи Яндекса и Google». На каждый доклад мы отводим примерно 40-50 минут. После выступления будет сессия вопросов-ответов слушателей, поэтому готовьтесь задавать вопросы письменно либо голосом. А сейчас я передаю слово нашему первому докладчику, Алексею Подымову. Алексей, добрый день, еще раз. Добрый день, слышно меня? Да, слышно хорошо. Давай презентацию развернем в полный экран и можно начинать. Отлично. Это дело надо убрать. Добрый день всем, меня зовут Алексей, я аналитик в компании N-Gate. Сегодня я расскажу вам об одном из наших исследований, в ходе которого мы заметили некоторые изменения в функции ранжирования Яндекса. Начну с официальной информации, полученной на вебмастер Яру. Вот Яндекс заявляет о том, что в октябре у них обновилась российская формула ранжирования. В ноябре же ничего радикального, что касается всех видов запросов, не произошло. То есть те изменения, которые были замечены нами, актуальны и по сей день. Еще одно подтверждение. Это письмо от Платона Щукина. Он заявляет, что на данный момент, а момент 25 октября, действует обновленная поисковая программа. Теперь расскажу непосредственно об эксперименте, в ходе которого были замечены эти изменения. Целями эксперимента изначально были проверка наличия влияния ссылок, устанавливаемых на одну страницу сайта на позиции других страниц и оценка влияния ссылок, устанавливаемых на одну страницу на позиции страницы по запросу. Анна, я слышна? Алексей, Алексей, да. Видимо, ты просто закрыл свою презентацию. Нужно ее расшарить. Здесь кнопка шоу. Я нажал поедая. А тут написано презентер Алексей Яковлев. Так, стоп. Show my screen. Давай. Да, отлично. Видно мой экран, да? Да, видно. Сначала начну? Да нет, можешь продолжать. Мы все слышали, просто вот, если что-то случилось. Итак, об эксперименте. Изначально целями эксперимента была, повторюсь, проверка наличия влияния ссылок, устанавливаемых на одну из страниц сайта на позиции других страниц и оценка влияния ссылок, устанавливаемых на страницу на позиции страницы по запросам, отсутствующим в анкарах ссылок. Для проведения эксперимента нами было создано 9 сайтов. Все сайты были максимально выровнены по известным нам текстовым параметрам. Каждый сайт имел вот такую структуру. Главная страница и три внутренних страницы, каждая из которых оптимизирована под какой-то запрос. Надо сказать, что внутренних ссылок на сайтах не было, была только XML-карта, то есть информация о внутренних страницах была только в XML-карте. Было создано 9 сайтов, все они разбиты на 3 группы по 3 сайта. В рамках каждой группы проходило последующее сравнение полученных результатов. Были выбраны некоторые запросы для проведения эксперимента. Информация о спросе на них представлена на этом слайде. Как видим, это NCH и SCH. Запрос 2 выделен цветом. На него именно по нему ставились ссылки. Схема постановки ссылок. На первый сайт из группы, из той тройки, которых было 3, на первый сайт ссылки по запросу 2 ставились на главную страницу. Которые не оптимизированы под запрос 2, а оптимизированы под запрос 1. Плюс на ней есть по одному вхождению каждого из запросов 2, 3, 4 и 5. На второй сайт группы ссылки ставились на внутреннюю страницу, которая оптимизирована под запрос 2. И на третий сайт группы ссылки не ставились совсем. Следует сказать, что ссылки на экспериментальные сайты в рамках одной группы ставились с одних и тех же площадок. То есть вес, передаваемый донором-акцептору по ссылке, в нашем эксперименте одинаков. Одинаковое количество ссылок в индексе. То есть если ссылка по каким-то причинам вылетает, то она перестает учитываться для обоих сайтов одновременно. В рамках проекта на каждый сайт было поставлено по 100 ссылок. Закупка производилась на сейп по вот такому фильтру. Ну и давайте перейдем непосредственно к динамике наших экспериментальных сайтов. Сначала посмотрим динамику сайтов по запросу 2. Это тот запрос, по которому ставились ссылки. Что мы видим? С начала эксперимента и довольно длительное время, то есть по 19 октября, картина была такова. Первое место, относительное в группе, занимал синий сайт. Синий сайт – это тот, на который ссылки по запросу 2 ставились на главную страницу. Не оптимизировано, но напомню, под этот запрос. Второе относительное место занимал красный сайт. Это тот, где ссылки по запросу 2 ставились на внутреннюю оптимизированную страницу. И далеко внизу шел зеленый сайт, на который ссылки не ставились совсем. И вот видим, 19 октября произошел такой скачок, смена позиций. Что произошло? Во-первых, заметно, очень заметно подрос зеленый сайт, красный сайт остался примерно на тех же позициях, на которых и был, а синим сайтом произошло следующее. Он, во-первых, сильно упал и, более того, он сменил страницу выдачи. То есть, если до 19 октября в выдаче по запросу 2 находилась страница главная, которая была не оптимизирована под этот запрос, но на нее стояли ссылки, то 19 октября в выдаче стала находиться страница, оптимизированная под запрос 2, но совсем без ссылок. Соответственно, вот так вот она просела. Если посмотрим на позиции красного сайта, то есть того, на который ссылки ставились на внутреннюю оптимизированную страницу, то видим, что его позиции не изменились и, следовательно, можно, наверное, сделать вывод, что все же ссылки продолжают работать. То есть, разница между красным сайтом и зеленым очевидна. Динамика позиции по тому же запросу во второй группе сайтов. Здесь картина, видим, практически идентичная. Первые места занимал синий сайт, 19 октября просел и сменил страницу. Зеленый сайт 19 октября вырос. И красный сайт относительные позиции сохранил, только немножко просел 19 октября. И динамика позиции по этому же запросу в третьей группе. Тут у нас, к сожалению, не вошел в индекс один наш экспериментальный сайт, по которому ссылки должны были ставиться на внутреннюю страницу. Но в остальном картина сохранилась та же. То есть, синий сайт был вверху и сильно просел, зеленый сайт был внизу и хорошо так поднялся 19 октября. Что тут надо заметить? Что еще, к сожалению, нами при планировании эксперимента, при написании текстов, была допущена, к сожалению, опечатка. То есть, на синим сайте, на том сайте, на который ссылки ставились на главную страницу, на этой главной странице, где должно было быть одно вхождение запроса, в этом запросе была допущена опечатка. То есть, получилось, как такового запроса на главной странице не было. Но зато на него стояли ссылки. И, соответственно, где-то до середины сентября это было, в середине сентября мы это исправили. И все это время сайт находился достаточно высоко и висел с пометкой «Найден по ссылке». То есть, вес ссылок, очевидно, учитывался очень неплохо. Это позволяет нам сказать о том, что после 19-го произошли какие-то изменения. Возникает такой вопрос, откуда уверенность, что изменения произошли не только по одному нами выбранному запросу. Сейчас я приведу вам динамику некоторых сайтов, за которыми мы постоянно наблюдаем. Это коммерческие сайты, за которыми мы ведем регулярное наблюдение. Смотрите, что произошло здесь. Сайт 1, на странице 1, у него продвигаемые запросы «Космос» и «Далекий космос». Страница была оптимизирована вот таким вот образом. Вхождение «Космос» 3, два из них в анкорах ссылок, и вхождение запроса «Далекий космос» такого не было. И что мы видим? Что и по запросу «Космос», и по запросу «Далекий космос» в 19-е и 20-е число страница просела. По этому же сайту вторая страница, четыре запроса в СНЧ, страница как таковая была не оптимизирована, не подарена за этих запросов. И тоже до 19-го октября все ранжировалось более-менее стабильно, то есть видим, позиции не меняются. Тут 19-го проседания, 20-го проседания, 19-го проседания, 20-го проседания. Причем проседание стабильное, то есть не то, что какой-то скачок вверх-вниз, а сайты просели и оставались на своих позициях. Еще пара примеров. Запрос типа chanelsite.ru, то есть не запрос, прошу прощения, а сайт. То есть сайт содержит в урле название бренда. На него четыре запроса. Три из этих четырех запросов имеют в запросе название бренда, то есть магазин Chanel, магазин Chanel и продажа Chanel. Как видим, по этим сайтам 19-го и 20-го числа ничего не происходило, то есть позиции как были стабильными, так и остались. По единственному запросу на эту же страницу, который не содержит название бренда, опять же 19-го числа прошло резкое проседание. Ну то есть по запросам, содержащим название бренда, очевидно, сайт сочтен витальным, поэтому изменений особых нет. По этому же запросу продажи в магазине страница была, опять же, неоптимизирована практически и видим резкое проседание. И еще два сайта, сайт 3 и 4, в общем-то картина примерно та же. Страницы как таковы неоптимизированы под запросы. 20-го, 19-го октября видим проседание. По этим наблюдениям мы сделали выводы. Во-первых, такой вывод. 19-го и 20-го октября произошли заметные изменения в формуле ранжирования Яндекса. Наиболее вероятно, что в результате изменений в алгоритме уменьшена роль ссылочного фактора, вероятно, в пользу текстового. И после изменения формулы резко просели или сменились страницы выдачи, как это было у нас на экспериментальных сайтах. То есть, если страница слабо оптимизирована под запрос, она либо просела, либо сменилась на оптимизированную под этот запрос. Следующий пункт нашего исследования – это оценка влияния ссылок, не содержащих запрос в анкорах. Сейчас мы будем смотреть позиции страницы главной страницы по запросу 1 и позиции первой и внутренней страницы по запросу 3. А ссылки, напомню, ставились по запросу 2 на первом сайте на главную страницу, по запросу 2 на втором сайте на внутреннюю страницу и на третьем сайте ссылки не ставились вообще. Вот такая была динамика. Смотрите, здесь тоже более или менее стабильно видно, что с начала эксперимента по 19 октября выше всех, ну, с переменного здесь вот успехом, но все же выше всех ранжировались синие сайты. Это те сайты, на которые ссылки ставились на главную страницу не по запросу 1, а по запросу 2. Следом идут сайты, на которые ссылки ставились на внутреннюю страницу, опять же не по запросу 1, а по запросу 2. И следом идут сайты вообще без ссылок. Что произошло 19 октября? Видим, что все сайты, во-первых, посели, и во-вторых, все тут перемешалось. То есть в какой-то группе стал выше сайт, на который не ставились ссылки, в какой-то группе стал выше сайт, на который ссылки ставились на внутреннюю страницу. Ну то есть по вот такой расстановке сил говорить о какой-то зависимости, наверное, не представляется возможным. Дальше. Позиции по запросу 3. Тут мы видим тоже до 19 октября выше всех висели сайты, висели страницы, где ссылки ставились на внутреннюю, на ту внутреннюю, которая оптимизирована под запрос 3, но ссылки на нее ставились по запросу 2. Вот эти страницы наверху, выше всех. Ниже синие сайты, это те сайты, на которые ссылки ставились на главную, и еще ниже зеленые, которые совсем без ссылок. И опять же видим, 19 октября, прошу прощения, произошло какое-то смешение непонятной оппозиции, что-то просело, что-то поднялось, но тоже по такой расстановке никаких выводов сделать не удалось нам. Но что можно явно сказать, что, во-первых, синие сайты, и даже и красные здесь, нельзя сказать, что они ранжируются лучше зеленых, это видно, и синие сайты, которые не оптимизировались, тут до 19-го числа была выдача главной страницы, на которой ставились ссылки, но она была не оптимизирована под запрос 3. Они опять же сменили страницу выдачи на оптимизированную страницу без ссылок. Вывод. До 20 октября ссылки на страницу, не содержащие запрос, и его леммы в Анкворе повышали релеванты страницы запросу. После 20 октября это влияние стало незаметным. Вероятно, теперь учитываются только ссылки, соответствующие запросу. И еще один пункт нашего исследования – это оценка влияния ссылок, поставленных на другую страницу. Сейчас мы будем смотреть позиции второй внутренней страницы и третьей внутренней страницы по запросам 4 и 5. То есть это те страницы, ссылки на которые не ставились ни на одном из сайтов, а ставились ссылки по запросу 2, напомню, на главную и на внутреннюю страницу. На третий сайт не ставились вообще. Вот такая была динамика. Тут видим, до середины октября у нас, к сожалению, ни один сайт не смог попасть в топ-500 выдачи Яндекса. Глубже, ниже мы не смотрели. В сентябре стали потихоньку сайты входить. То есть видим, сначала выше всех отранжировался зеленый, красный, потом зеленые как-то росли, зеленые – те, на которых ссылок не было. Красные тоже подрастали, подрастали, и потом 19-го все опять, большинство сайтов рухнуло, и два сайта остались, но остался в топ-400 сайт, на которых ссылки не ставились, и сайт, на которых ссылки ставились на главную страницу, все остальные вылетели за 500. Ну что можно сказать, что ни до 19-го, 20-го октября, ни после, никакого влияния тут, никакого влияния говорить не представляется возможным. То есть какое-то перемешивание, и от того, на какую страницу ставятся или не ставятся ссылки, влияние не выявлено. И по запросу 5, по запросу 5, тоже ссылки на эту страницу не ставились, ни на одном из сайтов. Вот такая была динамика. Сначала выше всех отранжировались синие, до тех пор, пока не вошли в топ-500 все сайты наши экспериментальные. Здесь в сентябре наблюдалось какое-то непонятное перемешивание, и, собственно, так же они дошли до 19-го октября, где опять они скакнули, кто-то вниз, кто-то вверх. Ну то есть, видим, все они идут не по порядку, выше всех сайт, на которые ссылки не ставились вообще, потом сайт, на которые ссылки ставились на внутреннюю, и, в общем, так далее. Опять же, синие сайты сменили выдачу страницу с главной на оптимизированную. Но, опять же, здесь видим, что ни до 19-го октября, ни после, ни о какой связи говорить не приходится, ни о такой зависимости. Вывод. Заметного влияния ссылок, установленных на непродвигаемую страницу, на позиции продвигаемой страницы, ни после, ни до 20-го октября, не выявлено. Ну и, в общем-то, подытожим это исследование. Во-первых, надо сказать, что 19-го и 20-го октября произошли заметные изменения в форме наранжирования Яндекса, и Яндекс об этом заявляет. Наиболее вероятно, что в результате изменений в алгоритме уменьшена роль ссылочного фактора в пользу, в том числе, текстового. Второе. До 19-го октября ссылки на страницу, не содержащие запрос и его лемы в Анкоре, повышали релевантность страницы запроса. После 20-го октября это влияние стало незаметным. И третий вывод. Заметного влияния ссылок, установленных на непродвигаемую страницу, на позиции продвигаемой страницы, при отсутствии внутренних ссылок, я напомню, ни до, ни после изменений не обнаружено. Вот, собственно, то, что хотел вам рассказать. Если есть какие-то вопросы, буду ответить. Алексей, спасибо большое за выступление, за доклад. И первый вопрос такой. В своем выступлении, опять же, ты использовал такое слово, как «витальный сайт». Что такое «витальный» интересуются слушателям? Ну, это тот сайт, на который подразумевается явно какой-то ответ. То есть, например, когда по запросу «Сбербанк» выдается в первой строчке поисковой выдачи сайт непосредственно «Сбербанк». То есть, сайт, который явно отвечает на вопрос, на запрос пользователя. Спасибо. Такой вопрос. А что за сайты участвовали в эксперименте? В нашем эксперименте участвовали специально созданные для этой цели новые сайты. И, напомню, мы их выровняли по всем известным нам текстовым параметрам. То есть, по объему, по слову, ну и по всему остальному, что могли учесть. Спасибо. Такой вопрос. А ссылки проставлялись с разных, с различных доноров или это была сетка? И может, Яндекс обнаружил эту сетку во время вашего исследования? Ссылки ставились в рамках одной группы с одних и тех же доноров. То есть, у нас есть, допустим, три тройки сайтов, точнее, допустим, они есть. И в каждой тройке три сайта. Вот на один сайт ссылки ставились на главную, на второй сайт они ставились на внутреннюю. Но вот эти вот две ссылки, они шли с одной площадки, с одного донора. О какой-то сетке, я не думаю, что идет речь, потому что, ну, всего лишь на два сайта идет ссылка с одной и той же площадки. Я не думаю, что это можно было заметить Яндексу. Алексей, такой вопрос. Домены были свежие? Да, это были созданные специально для эксперимента сайты, относительно новые. Следующий вопрос такой. Вы говорите, что ссылки, не содержащие запросы его лема, плохо работают и их влияние незаметно. Получается, что ставить естественные анкоры теперь не имеет смысла? Можно еще раз вопрос? Да, 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 конечно. В выступлении ты упоминал, что ссылки, содержащие запрос и его лема, теперь плохо влияют и практически не работают. Несодержащий запрос, я сказал. Да, несодержащий запрос. И слушатели интересуются, что получается так, что ставить естественные анкоры теперь не имеет смысла? Ну, естественные анкоры, типа, смотри здесь и читай подробнее. Так, сейчас мы посмотрим, если нам уточнит наш слушатель. Да, такие. Точно не могу вам сказать, ответить на этот вопрос. По данным нашего эксперимента получилось, что мы не ставили таких ссылок, типа, смотри здесь, читай подробнее. У нас были ссылки с анкорами, содержащими второй запрос. И, соответственно, вот такие ссылки, которые содержат в анкоре один запрос, они вряд ли окажут влияние на другую страницу или на другой запрос на этой же странице. Спасибо, Алексей. Такой вопрос. Как ты думаешь, будет ли справедлива такая же картина для старых сайтов? Ну, тут трудно сказать. Надо смотреть, когда была вообще начата простановка ссылок, насколько, как это называется, интенсивно ставились ссылки. У нас все сайты были одного возраста, то есть они созданы буквально в один момент времени. По возрасту сайтов мы не проверяли этого влияния, то есть не брали разные по возрасту сайты. Могу вам сказать только потому, что мы заметили. Спасибо. Такой вопрос. Почему вы закрыли эксперимент и что там дальше с динамикой? Ну, дело в том, что, в общем-то, ответ на свой вопрос мы получили, то есть влияние ссылок не по анкору и не на ту страницу мы посмотрели, каким оно было, каким оно стало. А поддержание эксперимента требует определенных затрат. В связи с тем, что ответ на вопрос мы получили, было принято решение закрыть эксперимент. Но позиции до тех пор, пока мы отслеживали некоторое время после закрытия эксперимента, до тех пор, пока можно было говорить о статье эксперимента, позиции сохранялись в тех же пропорциях, которые они представлены в презентации. Спасибо. Такой вопрос. Каким образом проставлялись ссылки? Биржевые типа сейп, либо статьи? Нет, нет. На сейп. Все ссылки были проставлены на сейп. И в продолжении? Которые я там показывал, если я из жены не могу вернуть. Давайте, да. И в продолжении этого вопроса, какие ссылки ставились? С точным вхождением или разбавляли? Сейчас, секундочку. Да. Вот фильтр на сейп. Относительно анкоров было 70% разбавленного дочника, 20% разбавленной морфологии и 10% дочника. И по поводу точных вхождений, ссылок, какие использовались? С точными вхождениями или разбавлялись? 70% точного разбавленного дочника. То есть точное вхождение, но разбавленное. Ну, в смысле, вхождение запроса в морфоформе точное, но плюс еще какое-то слово разбавление. Понятно, спасибо. Такой вопрос. Скажите, сайты каких тематик принимали участие в эксперименте? Это сайты косметологической тематики. Следующий вопрос такой. Почему на экспериментальных сайтах не было внутренних ссылок? Внутренних ссылок не было для того, чтобы исключить перетекание веса с одной страницы сайта на другую. То есть, тот ссылочный вес, который поступает к нам с доноров, чтобы он оставался на той странице, на которую он пришел. Мы, соответственно, это и проверяли. Влияет ли вес одной страницы на позиции другой страницы. Проверяли ли влияние статического веса. Соответственно, чтобы исключить все эти перетекания, внутренних ссылок никаких не ставилось. Вопрос такой. Как выбирались запросы для эксперимента? Выбирались запросы для эксперимента. Это НЧ и СЧ. Почему так? Потому что у нас эксперимент, затраты ресурсы на продвижение экспериментальных сайтов у нас, так скажем, ограничены. И поэтому выбирали НЧ и СЧ, чтобы оказаться нашим экспериментальным сайтом достаточно высоко в выдаче Яндекса. Но это сайт до коммерческого толка, выдачи и запросы, соответственно, коммерческие. Следующий вопрос такой. Какие рекомендации по работе в ссылочной массе вы можете дать с учетом данного алгоритма Яндекса? Ну, знаете, рекомендации давать – это такое неблагодарное дело. Я могу вам еще раз повторить итоги нашей презентации. Мы получили результат, что ссылки, которые ставятся на неоптимизированную под запрос страницу, хотя они и по этому запросу, никакого влияния на оптимизированную страницу не оказывают. И ссылки, поставленные вообще на другую страницу, влияние на страницы продвигаемые тоже не оказывают. То есть ставьте ссылки анкорные на продвигаемые страницы, наверное, так. Спасибо, Алексей. Не стоит воспринимать это как истину в последней инстанции. Спасибо. Давайте сейчас попробуем голосовые вопросы послушать. Ксения, они у нас есть? Нет вопросов? Тогда мы сейчас делаем небольшой 5-минутный перерыв и переходим к нашему второму докладчику. Алексей, спасибо за выступление. Спасибо вам за внимание. И в завершение, если позволите, обращусь ко всем слушателям. Да, конечно. Если у кого-то есть какие-то интересные гипотезы или интересные идеи, как их проверить, и есть желание посотрудничать, то пишите нам в Онгейт. Мы всегда готовы рассмотреть все возможности сотрудничества и будем только рады. Спасибо. Еще раз спасибо, Алексей. Не переключайтесь. Мы продолжаем наш вебинар. И следующий наш докладчик – Леонид Гроховский, который расскажет доклад на тему «Результаты исследования факторов ранжирования СЕО «Альманах-2010». Итак, Леонид, вам слово. Давайте я немножко расскажу про это исследование. Да, Леонид, если можно, чуточку погромче. Так лучше слышно? Да, вроде да. Давайте я немножко расскажу про это исследование. Цель этого исследования составить некое представление о том, как эксперты на текущий момент оценивают влияние факторов ранжирования на аранжирование сайта и сайтовой системы. Леонид, я извиняюсь, что перебиваю, просто многие пишут, что слышно все-таки плохо. Давай попробуем еще громче, может ближе к микрофону, как можно ближе. Я могу как-то через настройки программы сделать микрофон погромче? Ну, если только через программу нет, у себя нужно попробовать. Сейчас лучше слышно? Да, вот, отлично. Давайте продолжим. Для участия в исследовании были приглашены 25 экспертов. Это одни из наиболее известных, авторитетных, опытных специалистов на рынке. Многие из них являются директорами компаний, представляющих лидеров рынка. Кто-то из них является разработчиком больших популярных систем автоматизации, которыми многие из вас наверняка пользуются. Методология исследования строилась по следующему принципу. Каждый из участников получил анкету, в которой было порядка 200 факторов. Каждый из факторов был представлен в каком-то блоке. Все факторы были разбиты по категориям. Соответственно, наш сегодняшний доклад будет строиться по следующему принципу. Я анонсирую итоги исследования. В процессе анонсирования кто-то из экспертов будет комментировать определенный блок. Я предлагаю перейти непосредственно к исследованию. Итак, внутренние факторы. Первая страница. Мы видим, каким образом оценили влияние факторов на ранжирование. Следующая страница. Влияние связок HTML тегов на вес ключевого слова для страницы. Меня сейчас хорошо слышно. На этой странице приведены некоторые связки того, как теги работают, коррелируясь друг с другом. Мы видим, что из предложенных связок наибольшую оценку получил фактор. Ключевое слово в тегах заголовков и ключевое слово в теге P. Имеется в виду конструкция, когда сначала идет заголовок ключевым словом, потом уже идут абдации, где это ключевое слово также встречается. Следующий по рейтингу. Это ключевое слово в тегах и ключевое слово на странице. Далее идет ключевое слово в Keywords и ключевое слово на странице. Из негативных факторов наиболее негативным фактором оценили пересечение тегов h1-h6 и тегов strong-bm. Значит, пункт содержания заголовков h1-h6 и содержания title. Но наиболее важным фактором здесь упомянули прямое вхождение ключевого слова в заголовке. Второй по значимости фактор – это уникальная заголовка в отношении ко всем страницам сайта. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что мы рассматриваем конкретный заголовок по отношению к заголовкам других страниц сайта, попавших в индекс поисковой системы. Также оценили некоторые значения фактора уникальной заголовки в отношении ко всем сайтам в индексе. Здесь каким образом это достигается? За счет того, что в тайте подписывается, например, название компании, и таким образом теголовок становится уникальным по отношению ко всем документам в индексе. Содержание элементов абзаца strong-mb. Ну, скажем так, некоторое влияние у прямого вхождение ключевого слова в этих страницах оценили, но не очень высокое. Теперь я бы хотел попросить Сергея Карповича прокомментировать этот блок исследования и передать ему микрофон. Да, минутку, сейчас я включу микрофон. Продолжение следует... Сергей, здравствуйте. Я включил вам микрофон, мы вас слушаем. Добрый день. Слышно меня нормально? Да, слышно хорошо. Только чуть-чуть поправлю. Карпович моя фамилия и компания Апец. Собственно говоря, Леонид, у вас можно комментировать конкретно теги, которые мы оформляем в странице. И, во-первых, выделены в доголовке H1 титл, нам уже удалось провести маленькое наблюдение, например, по запросам оптимизации сайтов, продвижение сайтов, раскрутка сайтов, использование в титле точного вхождения с фулаформы наблюдается далеко не во всех сайтах, представленных в топе. Значимость выделили большую при исследовании, а в реалиях мы получили некое отклонение от этой действительности. Наблюдения и исследования в этом направлении будут продолжены, и Леонид может потом предоставить более подробные результаты исследований. То есть по тем сайтам, которые находятся в топ-20 в результатах поиска, конкретно вхождение в заголовки, вхождение в абзацы, вхождение в титул, какой последовательности, какой очередности. В общей же тенденции следует, используя HTML теги, в первую очередь соблюдать их вложенность и первоначальное назначение. То есть если у нас есть заголовок первого уровня, то не надо им злоупотреблять и использовать его многократно на странице. Ну и также в отношении других тегов. Нету смысла вкладывать в заголовок тег «стронг» или еще какие-либо дополнительные выделения. С использованием стиля достаточно красиво можно оформить основными элементами, предоставленными HTML тегами. Достаточно красиво оформить страницу. Вот, наверное, пока все, потому что это вот буквально на вскидку были сделаны наблюдения за короткое время. Но, как я и говорил, детальное исследование, оно будет предоставлено Леониду, и уже Леонид сможет, наверное, оповестить, проинформировать всех, поделиться этим наблюдением. Если есть у кого-то пожелания по запросам для экспериментов, то есть, например, проверить нам пластиковые окна, либо посмотреть тематику продвижения сайта более детально, то, пожалуйста, либо Леониду можно это выслать, либо на мою рабочую почту инфо собачка-апексис.ру. Спасибо, Сергей. Леонид, передаю слово вам. Давайте я продолжу иногда. Хочу также сказать, что к нам присоединился Василий Ткачев. Он прокомментирует в конце все исследования просьба Канни сделать его тоже... Да-да-да, я как раз этим занимаюсь, сейчас все будет. Я перехожу к следующему блоку, это раржирование по ключевым словам. Итак, пункт, который оценили самым высоким, это наличие прямого вхождения ключевого слова в тексте страницы. Далее идет словоформа ключевого слова с сохранением части речи. Мы видим, что прямое вхождение оценили выше, значительно выше, это один из самых важных факторов. В принципе, этот личный раз подтверждает то, о чем говорил предыдущий докладчик, о важности наличия прямого вхождения, либо какой-то его леммы в тексте страницы. Также, к сожалению, оценили достаточно низко такой пункт, как удаление частей составного словосочетания друг от друга. То есть, имеется в виду, когда части ключевого слова мы разносим, разбавляя, вставляя между ними какие-то другие слова. В соответствии с регистром ключевого слова все же оценили не как фактор, который не имеет значения, все-таки некоторые значения ему придали. Но я, со своей стороны, могу сказать, что по моему опыту действительно некоторое небольшое значение есть, хотя сейчас она уже практически незаметна, это минимальные факторы. Следующий пункт – это текст страницы. Итак, процент уникального контента по отношению ко всему индексу. Что имеется в виду? В тексте страницы мы считаем, насколько контент уникален по отношению ко всем страницам в индексе поисковой системы. Пункт оценили выше, чем фактор уникальность контента по отношению ко всему сайту, однако этот пункт также оценили достаточно высоко. Что это значит? Это значит, что крайне важно, чтобы на входных страницах, на тех страницах, которые планируется продвигать, процент содержания уникального контента был максимально высок, чтобы, скажем так, блоки контента, которые дублируются между страницами сайта, которые повторяются на каких-то еще, там не присутствовали. Также, почему я очень рад, высоко оценили такой фактор, как разнообразное оформление текста. Ну, почему я этому рад? Потому что заметна тенденция, что век больших необъятных простыней, нечитабельных, содержащих спам, он постепенно отходит. И, опять-таки, даже на своей практике могу это подтвердить. Тексты рекомендуется оформлять, используя списки, бедения заголовков, красивое наглядное форматирование, какие-то небольшие иллюстрации и так далее. Высоко оценили такой фактор, как близость ключевых слов к началу страницы. Из негативных факторов можно выделить высокая концентрация повторений ключевого слова в одной точке. Это когда, может быть, в предложении встречается несколько раз это тоже ключевое слово, а то и в одном взяться несколько предложений, где эти слова повторяются. Также такой фактор, как визуальное уравнивание разметки текста с обычным текстом. Когда мы в тексте употребляем ключевые слова, выделенные, допустим, тегом стронг, они выглядят так же, как обычный текст. Ну и, соответственно, видимость контента, когда у нас контент скрывается в диспланон, оценили тоже как фактор, который может быть сильно негативным. Следующий раздел – сервер. Так, мне нужна одна минутка. Давайте продолжим. Значит, здесь мы видим следующие факторы. Первый фактор и самый высокорейтинговый – это 301-й редирект при постоянном изменении адреса страницы. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что часто можно встретить очень сложные непонятные конструкции, которые используют деммастера при настройке редиректов. Часто это конструкции, когда одна страница передает 302-й редирект другой, передает 302-й редирект еще одной странице, и потом только уже использует 301-й. Здесь же речь о том, что нужно использовать 301-й редирект именно в один шаг. Ну, этот пункт идет чуть дальше. Он получил 40%. Следующий слайд – URL. Ну, самый высокий райдинг получил фактор наличия ключевого слова в имени домена. Далее следует наличие ключевого слова на транслите в адресе страницы. Ну, в имени домена вы можете посмотреть пример. На транслите в адресе страницы также пример. А здесь речь о прямом вхождении ключевого слова, отмечу. Следующий фактор – это наличие слова в названии категории. Но здесь надо понимать, что фактор наличия ключевого слова на транслите в адресе страницы здесь имеется в виду не то, что ключевое слово находится в категории названия страницы или еще в чем-то. Здесь имеется в виду, что использовать ли ключевое слово на транслите, либо использовать его на английском языке. Мы можем видеть, что на транслите получился 1% важности, а использование ключевого слова на английском языке получился 29% важности. То есть на транслите работает лучше. В названии документа, либо используя вот такую конструкцию в названии категории, либо… Сейчас меня видно, слышно? Да, и видно, и слышно. Хорошо. Значит, использование ключевого слова в названии категории, либо в названии документа получило примерно одинаковый рейтинг. Значит, использование ЧПУ в снизе примерно 48%, наибольший, наименьший рейтинг получил такой фактор, как влияние глубины вложности категории с документами. То есть вот такая конструкция. Я хочу передать слово Антону Агапову. Он прокомментирует факторы, связанные с… А, нет, нет. Антон Агапов прокомментирует чуть позже. Он будет комментировать перелинковку. Значит, давайте продолжим. Возрастные факторы. Возраст индексации получил наибольшее значение, однако и возраст домина тоже оценили достаточно высоко. Такой фактор, как динамика появления уникального контента на сайте, тоже получил высокий рейтинг. Возраст в ареал-странице также оценили, как фактор, имеющий значение. И влияние картинок на аранжирование. На аранжирование документа таким образом распределился рейтинг оценок по влиянию факторов, связанных с картинками. Но наибольший рейтинг получил ключевое слово в антикартинке, второе ключевое слово в названии картинки. Здесь мы имеем в виду название файла, где содержится ключевое слово. Графическое расположение. Но здесь речь про оригинальное продвижение. Наибольший рейтинг получил фактор указания регионов в антискатологии. Также важным отметили наличие адресов и телефонов региональных филиалов на сайте. И географическая близость офиса к продвигаемому региону. Перелинковка. Ограничение количества исходящих внутренних ссылок получило самый высокий рейтинг. Что неудивительно, поскольку если посмотреть на многие сайты, имеющие высокие позиции, являющиеся лидерами в технических тематиках, мы можем увидеть достаточно интересные решения по построению перелинковки с использованием вскрытия каких-либо ссылок от индексации. Такие факторы, как страница ссылается на себя или страница ссылается на другую несколько раз, оценили как негативные. Теперь я как раз хочу передать слово Антону Агапову. Он прокомментирует все, что касается перелинковки. Антон, я включила вам микрофон. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Агапов Антон. Я являюсь руководителем департамента интернет-рекламы компании WebExpert. Во-первых, я хочу согласиться с Сергеем Карповичем и чуть-чуть дополнить его мысль, что на самом деле в самом алгоритме MatrixNet есть проблема переобучаемости. И, например, относительно HTML-кода можно увидеть порожденные сдвиги. Например, у сайта, находящегося в топ-3 по запросу продвижения сайтов, существует более десятка тегов H1. Более 10 H1. Однако, если вы сделаете на своем сайте то же самое, то я сомневаюсь, что это даст сайту положительный фактор в маноме. Теперь по поводу перелинковки. С перелинковкой с виду немножко сложно, но если разобраться, то все оказывается достаточно тривиально. Приведу пример. Мы строили направленные графы без учета меню. Хочется сделать акцент на том, что ссылки из меню или сквозные ссылки не нужно учитывать в перелинковке. И направленные графы необходимо строить именно без учета сквозных ссылок. По ВК и ВЧ-запросам мы нашли совершенно разнообразные схемы перелинковки. Под ВК и ВЧ-запросами я понимаю такие запросы, как продвижение сайтов, раскрутка сайта, пластиковые окна. Вот для этих запросов в топ-10 есть сайты, которые перелинкованы по схеме для ВЧ-запросов, есть сайты, которые перелинкованы по схеме НЧ-запросов, а есть сайты, которые перелинкованы по схеме равномерного гасания. С учетом вертикализации поиска и самообучаемости MatrixNet можно предположить, что для какой-то конкретной тематики будет превалировать абсолютно конкретный вид перелинковки. Но на данный момент ни тематики, ни на данный момент неизвестны. И по поводу экспертного мнения этой таблицы я полностью согласен с мнением экспертов. В таблице представлен фактор ограничения количества исходящих внутренних ссылок. Есть золотое правило для меню. Оно не должно состоять более чем из 50 пунктов. Если меню избыточное, то целесообразно закрыть часть меню от индексации. Да и совершенно очевидно, что в случае избыточного меню юзабилити сайта хромает. Исключения могут составлять порталы, но они чаще идут без ярко выраженного навигационного меню. Возьмите, к примеру, сайт Яндекса. Количество внутренних ссылок очень большое, но в данном случае этот сайт является исключением из правил. Полностью подержу уже ставший классический тезис, что для коммерческих сайтов перелинковка стремится к минимуму. А, и для сверхновых сайтов я бы изначально перелинковку не делал, а добавлял бы ее по мере необходимости. Также есть фактор закрывать от индексации исходящие внешние ссылки. Тоже согласен. Есть еще одно важное разъяснение по поводу внутренней перелинковки. Ссылки, закрытые в NoIndex, не учитываются в Яндексе, но робот их распознает и переходит по им. Поэтому ссылки, закрытые в TechNoIndex, участвуют во внутренней перелинковке сайта. Следующий пункт. Использование сквозных ссылок для внутренней перелинковки. Ну, да, имеет смысл, но опять же важна умеренность. Тут для различных тематик этот фактор может сыграть по-разному. А страница ссылается на другую несколько раз. В данном случае идет просто переливание веса. Если это продвигаемая страница, то это не очень хорошо. А при прочих равных условиях может нормально расцениваться поисковыми системами. Ну и страница ссылается на себя. Артемий Лебедев, сайт уже давно готов придать анафеме всех, кто так делает. Поэтому в данном случае я просто готов с ним согласиться. Ну и в заключении хочется сказать отдельное спасибо Леониду за интересное исследование. Спасибо большое. Меня слышно? Да, Леонид, слышно. Я благодарю Антона за комментарий. Давайте продолжим дальше. Леонид, хотел бы поинтересоваться. Есть несколько вопросов к Антону. Мы их перенесем в конец твоего выступления или зададим сейчас? Я предлагаю все вопросы в конце, но обязательно их зафиксирую, чтобы они не потерялись. Итак, такой фактор как CMS. Здесь было два основных фактора. Использование бесплатных общедоступных CMS и использование стандартных шаблонов. Как мы видим, оба фактора получили негативную оценку, но, скажем так, фактор использования стандартных шаблонов получил более высокую. В принципе, я здесь могу прокомментировать так, что по моему опыту использование бесплатных общедоступных CMS и использование шаблонов сказывалось негативно на продвижении. Когда, к сожалению, усложнялось повышение позиции сайта, использующих такие системы. Однако я слышал мнение, что люди используют общедоступные CMS и, в принципе, это позволяет им выводить даже в конкретных тематиках сайты в топ. Ну, я думаю, что здесь дело в том, насколько CMS доработана, достроена, так, чтобы она отличалась от тех стандартных шаблонов, которые используют большое количество сайтов, продающих ссылки через биржи. Следующий блок – карта сайта. Ну, наличие карты сайта отцены как важный фактор. 58% – это достаточно высокая оценка. Актуальность карты сайта – тоже важный фактор. Указание приоритета индексации страниц в карте сайта оценили в 40%, что, соответственно, также является важным фактором, но не таким высоким, как другие. Итак, блок взаимодействия с Яндексом. Пункт наличия сайта в Яндекс.Вебмастер – многие оценили как положительный фактор, но невысокий. Факт ранее наложенных санкций оценили как достаточно сильный негативный фактор. На этом все, что касается внутренних факторов, мы обсуждать и закончили. Я хочу попросить Виктора Ногайцева прокомментировать весь анализ блока по внутренним факторам. Виктор, микрофон включен. Так, раз, два, три. Нормально слышишь? Да, слышим отлично. Так, ну, мне на самом деле досталась немножко легкая задача – весь блок прокомментировать. Но в целом я как бы согласен с ними экспертов. Я думаю, это будет полезным материалом, в частности, по отрицательным факторам. По самому количеству этих факторов мы видим, что сами внутренние факторы играют значительную роль. То есть, может быть, не доминирующую, но, я думаю, от 30% даже до 40% на ранжирование всего сайта. Плюс еще хотел бы сказать, вот по последнему слайду, который перед глазами, я думаю, легче все будет прокомментировать. Ну, все-таки, я думаю, факт ранее наложенных санкций как-то немножко смущает, что мы поставили достаточно большой минус процент, потому что, если они, как понял, наложены ранее, то сейчас они уже сняты. Ну, и, в принципе, можно сказать, что сайт своего отсидел, и, в принципе, ну, потому что, ну, если попал в банк, потом вышел, то есть не выкидывает, что хороший домен на помойку. Вот. Так, ну, в принципе, как-то так. В этом случае я продолжу. Благодарю Виктора за комментарий. Итак, мы переходим к следующему слайду. Это внешние факторы. Критерии выбора внешних ссылок. Наибольший рейтинг получили такие факторы, как небольшое количество внешних ссылок со страниц донора и небольшое количество внешних ссылок с сайта донора, что, в принципе, неудивительно, поскольку, действительно, я думаю, опытом многих из слушателей подтверждается важность такого выбора. Наличие сайта донора в Беннесс-каталоге также оценили достаточно высоко. Среди высокооцененных факторов хочу отметить также уникальность контента по отношению к страницам в индексе. Ну, здесь речь про то, что не рекомендуется покупать ссылки с тех сайтов, на которых контент не уникален. И хорошие позиции сайта доноров в поисковых системах. Ну, конечно же, к сожалению, не так много сайтов доноров, имеющих хорошие позиции в поисковых системах, по той же тематике, что и вы, да и вообще их не очень много. Но ссылки с них могут давать достаточно хороший вес. Большое количество входящих внутренних ссылок на страницу тоже получил высокий рейтинг. Что здесь имеется в виду? Ну, что на эту страницу ссылаются многие другие страницы сайта. Большой возраст страницы донора также оценили высоко. Ну, такие факторы, как уровень вложенности страницы донора и тематичность внешних ссылок со страницы донора тоже попали, вот, как видите, в факторы, которые имеют значение учитывать. Факторы менее важные – это тематичность контента страницы донора сайту Акцептеру. Хотя важные, но менее, чем предыдущие. Высокий тит сайта донора также оценили как 56%. Но, опять-таки, мне здесь нужно сделать некую оговорку. Эти факторы для оценки предоставлялись, скажем так, не всегда как фактор прямого влияния, а зачастую как фактор, который является признаком хорошего донора. То есть, например, здесь такой пункт есть, как наличие сайта донора в ДМОЗ. Ну, разумно предположить, что Яндекс может вполне себе не учитывать, есть ли сайт в ДМОЗе или нет, но, как правило, если сайт попал в ДМОЗ, то он сам по себе уже достаточно хорош для того, чтобы с него стоило купить ссылку. Ссылки с блогов получили всего 50% рейтинга. Итак, теперь, скажем так, факторы, получившие наименьший рейтинг. Ну, самый низкий рейтинг получил фактор дороговизна ссылки, что в очередной раз подтверждает предположение, что не имеет смысла покупать ссылки с очень дорогих доноров, что это вряд ли может быть критерием того, что там якобы покупают меньше спама и стоит купить ссылку там. Значит, такие пункты, как ссылки со социальных сетей и бизнес-ссылки к началу страницы в HTML были оценены ниже, хотя я хочу прокомментировать, что все эти пункты, кроме последнего, получили рейтинг выше 5%, что уже означает то, что их стоит учитывать при покупке ссылок. Теперь я хотел бы, ну, наверное, даже немножко позже, я после этого слайда попрошу прокомментировать Николая Хиврина внешние факторы. Вот, значит, мы рассматриваем также пункты использования прямого вхождения ключевого слова. Ну, этот пункт получил наивысший рейтинг среди всех внешних факторов. Ну, что, в принципе, неудивительно. Все знают, что для того, чтобы проделать запрос, нужно покупать прямое вхождение. Ссылки со статьи получили 75% рейтинга. Реальность текста ссылки. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду то, что... Здесь немножко неправильный комментарий. Подрядностью текста ссылки я подразумевал то, что такой текст действительно может быть, либо он уже действительно существует. Здесь речь про, например, текст ссылки, который берется из сниппета с уже существующих сайтов, которые попали уже в индексацию поисковой системы. Либо текст ссылки, который присутствует, либо может присутствовать в тексте страницы, когда текст ссылки... Ну, это не просто набор слов, не просто запрос пользователя, а реально существующий текст. Итак, ссылки картинкой получили меньший рейтинг, чем остальное. Факторы в динамике среднестатистические. Плавность динамики и прироста внешних ссылок получила наибольший рейтинг. Самый негативный фактор – это резкое сятие внешних ссылок. Но здесь могу сказать, что, наверное, все-таки раз на раз не приходится. У меня в Манупте были примеры, как сайтов, где резкое снятие внешних ссылок просто загибало все продвижение. Так и были примеры, где ссылки потом полностью восстанавливались, и сайт занимал те же позиции, что и были до снятия. Процент прироста ссылок в месяц от общей массы также имеют высокое значение. И участие сайта в дополнительных сервисах Яндекса и прочих ресурсах. Самый высокий рейтинг получил фактор ссылки на сайт с крупнейших отраслевых сайтов, что, в принципе, лишний раз подтверждает слова Константина Леоновича о том, что в скором времени, да и уже, наверное, сейчас, есть для каждой тематики, может быть, некий набор, джентльменский набор площадок, с которых нужно получить ссылку обязательно, чтобы сайт высоко аранжировался. Ну, хочу отметить, что здесь также присутствует пункт Яндекс.Директ. Ну, я думаю, что многие эксперты руководствовались, например, таким мнением, что на сайте может быть Яндекс.Метрика, Яндекс.Может учитывать поведенческие факторы, Яндекс.Директ – это источник трафика, на сайт попадает большое количество трафика, Яндекс.Метрика, Яндекс.Бар может, используя такие сервисы, как Яндекс.Метрика, Яндекс.Бар, может еще какую-то статистику уже понять, как люди ходят по сайте, насколько он им нравится, и, исходя из этого, повысить его позиции. На этом по внешним факторам все. Я прошу Николая Хиврина прокомментировать, высказать свое мнение по этому блоку. Да, минутку. Николай, добрый день, микрофон включен. Да, добрый день. Здравствуйте, меня зовут Хиврий Николай, я являюсь руководителем компании Altweb Group и проекта Мегаиндекс. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность Леониду Гороховскому за его доклад на нашей конференции, в котором он достаточно прозрачно показал все эти факторы, которые озвучены в текущей презентации. Ну и касаемо блока внешних факторов, то хотелось бы его на самом деле для начала сравнить с блоком внутренних факторов. Во-первых, надо понимать, что если внутренними факторами мы можем управлять, то есть изменять напрямую верстку сайта, текст, и управлять различными тегами, то с внешними факторами ситуация несколько сложнее. Для того, чтобы ими управлять, необходимо отбирать площадку, на которой мы будем размещать ссылку, из большой группы доноров. Тем самым, отбирая эту площадку, невозможно проконтролировать, какой фактор мы хотим зафиксировать, хотя иногда это количество площадок может быть очень большим. Второй важный фактор, что именно во внешних факторах есть так называемые пороговые значения, которые могут перечеркнуть воздействие всех остальных факторов полностью. То есть ссылка может практически не учитываться вообще. Что касаемо, например, с внутренними факторами, если бы мы не использовали, например, тег H1 или тег тайтл, то сайт ранжировался, безусловно, намного хуже, но тем не менее вес его в том числе хоть хотя бы какой-то оставался. Что касаемо всех факторов, которые здесь перечислены, я их немножко, скажем так, упростил и сгруппировал в более простые группы, которые бы хотелось выделить. Первое – это временные факторы размещения ссылок. Этот фактор я бы поставил на первое место. Почему? Потому что на сегодня, по нашему опыту, именно по аналитике пользователей системы Мегаиндекс, это самая частая ошибка при размещении ссылок, когда люди хотят нарастить эту массу слишком быстро. Именно это, как правило, чаще всего приводит к различным проблемам с продвижением сайта и недостижению необходимого результата. Второй, самый важный фактор, как мы считаем, – это цитируемость донора. Здесь, конечно, безусловно, чем сайт-донор более цитируем, тем, соответственно, он приносит и больше вклад. Это могут быть производные показатели от этого, пейджеранг, индекс цитирования и так далее. Но, тем не менее, и эксперты, и мы замечаем, что этот фактор воздействует лучше всего. Далее – это, конечно, сходящие ссылки с донора, то есть их количество, качество и все прочее, и места их размещения. Самое важное – это то, в каком массиве и в каком месте на странице стоит ссылка. Эксперты это также отметили, но хотелось бы это еще раз подчеркнуть. Уже после всего этого стоит обращать внимание на анкоры. В предыдущем докладе было подмечено, что использование так называемого безанкорного продвижения сейчас стало менее активно, менее эффективно. Это можно заметить, но, кроме того, еще, скажем так, отдельный тренд состоит в том, что нужно использовать не анкоры, включающие точные запросы, которые хотим мы продвинуть, а все разумные запросы, которые являются синонимами продвигаемых слов. То есть продвигать сайт сейчас нельзя по одному какому-то конкретному слову, а необходимо продвигать по определенному массиву, который должен давать результат в комплексе. Что касаемо структуры и контента донора, то, безусловно, эта часть также важна, но мы ее уже ставим несколько после всех вот этих предыдущих четырех факторов. Здесь мы относим уникальность контента и структуру страницы, с которой стоит ссылка внутри самого сайта и так далее. Новый тренд, который также эксперты отметили, это поведенческие факторы. Поведенческие факторы здесь участвуют как и в посещаемости той страницы, на которой стоит ссылка, так и в посещаемости всего однора. Кроме того, сейчас будут оцениваться уже факторы или уже оцениваются по факту перехода по самой ссылке. Тем самым, если ссылка привлекательная и хорошо размещена, это один из таких параметров, по которому, соответственно, будет переноситься очень хороший результат. После всего этого уже можно оговорить, что есть характеристики пары донор-акцептор. Эти характеристики, прежде всего, связаны с тематикой и по регионам. Эти параметры сегодня, может быть, влияют не так сильно, эксперты не так высоко поставили, но в дальнейшем, я думаю, что влияние будет все больше и больше заметно, и поэтому хотелось бы их несколько выделить. Ну и, конечно, очень важный параметр – это тип сайта донора, то есть это либо социальная сеть, блог или какой-то информационный портал. Все это также влияет, особенно в сочетании того, какой сайт мы хотим подвигать. Ну и, естественно, на все эти факторы хотелось бы наложить отдельно фактор истории. Как ссылки прирастали на сайте донора, как они появлялись, как этот сайт менялся в течение времени – все это очень важно. На самом деле, здесь хотелось бы выделить то, что ни один фактор в отдельности рассматривать невозможно, и учет одного фактора не позволит решить ни одну проблему. Задача здесь – соблюдать баланс, то есть расставить допустимые значения для каждого фактора и отбирать те ссылки, которые необходимы, с учетом всех этих параметров. Недопустимо выбирать донор при том, что хотя бы один из этих параметров не соответствует допустимым значениям. На этом все. Спасибо. Спасибо, Николай. Давайте продолжим и перейдем к поведенческим факторам. Итак, из поведенческих факторов, прежде всего, должен отметить, что поведенческие факторы оценивались, исходя из процент, который здесь указан, он рассчитывался не по отношению к другим факторам, не по отношению к факторам внутренним или внешним, а именно исходя из того, насколько самый высокий фактор был оценен именно в этом блоке. Самый рейтинговый фактор – это удовлетворенность пользователя с содержанием сайта. Это не может не радовать, потому что я должен отметить тенденцию, по которой действительно поисковое продвижение, которое у всех долгое время уже ассоциируется с какой-то спамной раскруткой, и постепенно начинает приобретать свое истинное значение со словом «оптимизация». И удобство пользователя сайта, который также отметили на втором месте в этом блоке, очень важна на текущий момент. Из таких более измеримых, более практичных факторов отметили низкий процент отказов и высокую глубину просмотра. Как бы здесь хотелось бы сразу добавить, что, естественно, в каждой тематике эти факторы отличаются, в каждой тематике они свои, и они рассчитываются, исходя из каких-то своих показателей в каждой тематике. Переход на сайт из закладок или через строку браузера отметили тоже очень высоко. Ну, понятно, что такие факторы вполне может фиксировать Яндекс.Метрика. Вероятно, и Яндекс.Бар. Этого я, к сожалению, точно не знаю. Влияние перехода в посылки на передаваемый ею вес. Это, наверное, самый интересный фактор. Дело в том, что уже приходилось слышать от нескольких экспертов такое мнение, и я рад, что это исследование его подтвердило, что тенденция такова. Ссылка больше вес передает в том случае, если по ней переходит. Если по ссылке переходит, значит, она важна, если не переходит, значит, она не имеет значения. Посещаемость сайта из других источников, в том числе через ввод в строку браузера тоже может здесь рассматриваться. Ну, наличие счетчика Яндекс.Метрики на сайте, ссылки в электронной почте. Ну, я могу еще достаточно много комментировать по этому блоку. Блог очень интересный, но мне бы хотелось передать слово Дмитрию Жохову из компании «Анмедиа», который должен прокомментировать этот блок. Дмитрий, я включила вам микрофон. Вообще, вот мне показывается, что у Дмитрия микрофон выключен. Да, небольшая заминка, он почему-то у него выключается автоматически. Сейчас, минутку. Дмитрия микрофон. Леонид, а можем мы к Дмитрию вернуться чуть позже? Я бы попросила Дмитрия... Да, у меня, по-моему, слышно, нет? А, да, да, все отлично. О, отлично. Вот, сейчас все включилось. Так, ну, добрый день всем. Очередное, в общем, спасибо за такое интересное исследование и за его комментарии. В общем, что хотелось бы здесь сказать, рассказать и какие-то свои наблюдения. В общем, замечательный пункт удовлетворен используя себя с содержанием сайта. К сожалению, померить его имеет, видимо, только Яндекс, но, в общем, здесь все, наверное, пункты, кроме, может быть, показателя отказов, да, для просмотра мы можем как бы только догадываться, как Яндекс измеряет, но суть, в общем, она достаточно понятная, да, что как только Яндекс стал учитывать проведенческие факторы, можно однозначно заявить о том, что сайты теперь, в общем, нужно делать не только SEO, скажем так, оптимизированные, да, но и, в общем, оптимизировать то самое удобство пользования сайтом юзабилити, да, с которым, в общем-то, вроде бы SEO-оптимизатором, но как бы не совсем с руки заниматься. Но идея, в общем, здесь очень простая, понятная, что Яндекс, используя доступные ему средства, то есть анализ поведения пользователя в поисковой выдаче, то есть как он долго задерживается на сайте, как быстро переходит к следующим результатам поиска, и, естественно, используя доступную ему Яндекс.Метрику и в панели, в общем, то, что устанавливается в браузерах. Яндекс.Бар, да. Яндекс.Бар, в общем, это все действительно инструменты для анализа поведения пользователя на сайте. Причем, если, в общем-то, говорить о том, имеют ли они, скажем так, позитивную или негативную функцию, ну, на мой взгляд, если с сайтом у вас все в порядке, то, естественно, лучше на него поставить там Яндекс.Метрику. Не могу сказать, что она там со стопроцентной вероятностью и очень большим весом учитывается, но, тем не менее, хороший вариант показать, дать возможность Яндексу, по крайней мере, оценить. То же самое с Яндекс.Баром. Разумеется, что не у всех пользователей интернет установлен Яндекс.Бар, не у всех пользователей Яндекса установлен Яндекс.Бар, но, как видно, Яндекс считает текущее количество установок Яндекс.Бара, ну, скажем так, достаточным, да, репрезентативным для того, чтобы использовать эти данные в своем алгоритме Матрикс.Нет. Что дальше, в общем-то? Да, действительно, из таких очевидных, в общем-то, показатели для оценки поведенческих факторов, это показатели отказов, да, то есть, что это такое, просто чтобы все правильно понимали и чтобы мы верно, как бы, в терминологии использовали. Показатели отказов — это когда человек приходит на страничку и с нее же, в общем, уходит, то есть он не просматривает больше никаких страниц на сайте, там, что здесь можно сказать. Да, есть вероятность, что, как бы, это такой один из очень важных факторов. В принципе, мы его достаточно активно используем и при аналитике поведения, ну, сами, да, и то же самое с глубиной просмотра. Соответственно, когда мы смотрим на то, как глубоко человек залез на сайт, вот мы, как бы, считаем, что если он полез на сайт, по крайней мере, да, там, посмотрел, там, 3-4 страницы, ну, это, в общем, хорошо, это его заинтересовал. У кого-то микрофон по-неполаду. Вот, что дальше? Дальше, в общем-то, переходы на сайт из закладок, строку браузера и влияние, там, других факторов, ну, это все действительно важно, хорошо. Тут просто надо, опять же, понять, да, как это Яндекс оценивает. Ну, как я раньше сказал, я так подозреваю, что это все происходит путем Яндекс.Бара, да, и Яндекс.Метрики, потому что, само собой, накрутить количество переходов, там, из поисковика, можно, в общем, достаточно несложным скриптом, да, и не некий пул айпичников. Но, в общем, опять же, на той же HMOS-конференции Садовский заявил, что, в общем, они предусмотрели эти варианты, вот, ну, и, имея, в общем, большой опыт работы с разного рода накрутками, все-таки сделали так, что не все так просто. Ну, как не просто, наверное, они, как бы, не учитывают, там, переходы, там, с поисковика, да, если они, там, как-то очень сильно, там, выделяются относительно других сайтов, например. То есть, если, там, CTR у какого-то из сайтов существенно выше, чем у соседей, ну, есть, скажем так, вероятность подозревать этот сайт в некой попытке накрутки. Ну, и так далее. То есть, в принципе, здесь, как и во всей оптимизации, во всем SEO, конечно же, можно воздействовать на эти факторы, но надо, в общем, сделать с умом. То есть, не переборщить, во-первых, во-вторых, в общем-то, результативность этого воздействия, она, естественно, ну, достаточно тяжело отслеживается. То есть, мы же не знаем, как долго и как часто, скажем так, обновляются, там, поведенческие факторы, да, и как быстро они вносятся в, ну, измеренные, скажем так, факторы, как они быстро попадают, скажем так, в ад, да, то есть, поднимаются. Что дальше? Ну, опять же, счетчики и антекс-метрики на сайте, это я же прокомментировал. Идея здесь очень простая, что, если, как бы, он есть, ну, это хорошо, если его нет, значит, просто этот параметр, я бы, на вашем сайте, не оценивая. Касаемо ссылок у электронной почты, ну, на мой взгляд, несколько сомнительная характеристика, хотя, опять же, учитывая, что матрикс-нет, в общем, всеяден, и у него, в общем, огромные ресурсы, да, есть такая вероятность, что это тоже может быть учтено. Вот. Ну, спамом тут, конечно, заниматься не стоит, чтобы пределом крутить, потому что тут уже недалеко, в общем, до отрицательных факторов, когда сайт будет неким образом, ему будут начисляться некие пенальти, да, за то, что у него ссылочка стоит в спаме, ну, на него. Ну, черт его знает, как это все работает. В общем, тоже есть такая вероятность. Поэтому, если резюмировать, идея здесь такая, что поведенческие факторы, естественно, как бы это уже все, это факт, это реалии, Яндекс их учитывает, они работают, с ними можно работать, опять же, с точки зрения того, чтобы добиваться лучших позиций сайта. И, в общем-то, как и во всем, здесь нужно действовать достаточно аккуратно. Не факт, что вас забанят, но, тем не менее, не факт, что что-либо такое сильно, какое-то сильное воздействие в этом смысле может принести в пользу. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Мы переходим к Леониду. Благодарю, Дмитрий. Давайте продолжим. Значит, у нас осталось два довольно интересных пункта. Первый – это поиск по картинкам. Итак, что имеет значение в поиске по картинкам? Ну, сразу хотелось бы отметить, что самые рейтинговые пункты это ключевое слово вальд, ключевое слово в имени файла. То есть, имя файла здесь имеется в виду само название картинки, ключевое слово в ней. Ваш один в тайтл. Ну, я проводил анализ этим летом, я сотрудничал с одним фото-банком, и меня просили дать рекомендации, каким образом провести активизацию самого сайта, чтобы картинкам сайт разжался выше. В принципе, я могу подтвердить большую часть итогов этого блока. Действительно, вот все эти пункты, они замечены у успешных сайдов, и они имеют значение. Большинство из них на моей практике нашли подтверждение. такие моменты, оптимальный размер картинок, ну, здесь речь, наверное, про очень большой разброс. Дело в том, что когда я смотрел, какие размеры картинок находятся по тем или иным запросам, было замечено, что по большинству запросов есть некий диапазон размеров, которые попадают, есть уже превышения, которые практически не встречаются. Ключевое слово в URL страницы с картинками. Здесь имеется в виду, что по адресу страницы где находится картинка, также ключевое слово употребляется. Поиск по картинкам блок 2. Тематическая направленность сайта фотобанк и так далее. Ну, здесь могу сказать, что на практике зачастую в топе находятся как раз не картинки из фотобанков, а картинки из каких-то других источников. С чем это связано? Ну, наверное, с тем, что это не является важным фактором почему-то. Вот. Количество картинок на странице по некоторым запросам лучше адранжировались картинки со страниц, на которых картинок очень много. Если, допустим, на картинке сразу 20 фотографий какого-то известного актера, такие странички занимали высокие позиции в адранжировании по картинкам. Ну, наверное, на этом мы картинки закончим. Блок профилированности. Вот я, к сожалению, пока Дмитрий давал свои комментарии, я связался с Александром Люстиком, он, к сожалению, не сможет принять участие, поэтому он не прокомментирует этот блок. Давайте его вкратце рассмотрим. Самые негативные факторы, которые, по которым происходит склейка, по мнению экспертов, это совпадает ли информация о владельцах сайтов, совпадает ли контент, совпадают ли контактные данные, совпадают ли адреса и название организации, что, в принципе, неудивительно, это действительно самые, я думаю, известные и самые простые и понятные однозначные факторы. Такие факторы, как совпадение регистратора и совпадение или близость от регистрации номинов, оценили тоже как негативные, но не придали им такого же высокого значения. Некоторые эксперты дали комментарии, что многие факторы имеют значение лишь в совокупности, но я могу в принципе в целом сказать по поводу всего исследования, что большинство из факторов, которые здесь просматривались, они действительно имеют больше или меньше вес совокупности, коррелируясь друг с другом. В зависимости от тематики. Я хочу передать слово Василию Ткачеву, он прокомментирует целое исследование. Да, минутку. Василий, добрый день, микрофон включен. Да, слышно. Так, что бы хотел сказать вообще, то исследование на самом деле оно само собой является таким, можно сказать, формальным ответом на то, что у нас учитывается, что нет. Счастью, в принципе, я могу согласиться и вот эти вот те стопроцентные оценки, которые были, в принципе, да, они есть, но те, которые в следующем оценке, в принципе, хорошо будет перепроверить и большей частью я бы не согласился во всяком случае с внутренней оптимизацией. Чем я больше занимаюсь, мне это просто интереснее. Вот. И в целом вообще получилось такое узконаправленное, можно сказать, исследование, да, больше направленное в сторону внешних факторов. Опять же, то, что говорил в самом начале, еще в первом докладе, то, что как раз внешние факторы, они утратили очень большую силу, то есть они намного менее интересны на данный момент. Но почему-то до сих пор в умах всех экспертов получается ссылки все равно стоят угловые угла. Вот. Здесь же все-таки стоит смотреть уже больше даже на внутренние факторы и, опять же, на поведенческие. Вот. А так, в принципе, довольно-таки интересное исследование, но показало, это оно мне вот так видится, что больше все равно еще народ стремится к внешней оптимизации между людьми. Ну, хорошо бы, чтобы у нас превратилось мастерство в подобии Google, скажем, когда гоняются за естественными ссылками, а не за покупными. Я занимаюсь сайтами, контентами сайтов. вот в принципе что хотел сказать. Спасибо, Василий. Мне бы хотелось добавить такой комментарий, наверное, я забыл его в самом начале упомянуть. Каждые факторы получали свою оценку внутри блока, то есть тот рейтинг, который получили, получали какие-то внутренние факторы, они получали по отношению к оценкам внутренних факторов, внешние факторы оценивались отдельно. В целом, влияние внешних факторов по отношению ко внутренним никак не оценивалось, вот, поэтому, скажем так, исходя из данного исследования, мы, к сожалению, не можем получить оценку всех экспертов о том, насколько важнее сейчас использование тех или иных факторов. Хотя, на мой взгляд, здесь важно все использовать именно в совокупности. Хотелось бы сказать, сказать несколько слов в целом об исследовании. Итоги этого исследования будут выложены на сайте topexpert.rf, сайт еще разрабатывается, выложены будут 15-го числа. Чуть позже на этом же сайте я опубликую анкету каждого из экспертов с его комментариями. То есть, можно будет посмотреть мнение отдельно каждого эксперта, саму анкету, а также комментарии, с чем эксперт в этой анкете согласен, с чем нет. Таким образом, вы сможете поднять точку зрения того или иного специалиста, который, на ваш взгляд, является наиболее авторитетным. В целом, как я могу оценить итоги этого исследования? Исследование стало для меня, скажем так, чем-то очень интересным. Я планировал изначально просто провести некий опрос, но в процессе этого исследования, скажем так, оказалось, что эта информация может быть крайне полезной, крайне интересной, если ее дальше развивать. Поэтому я решил сделать такой ресурс, как toboxer.rf, где будет выложено это исследование. Также там будет выложена информация о каждом из участников исследования, со списком его каких-то публикаций, его экспериментов, исследований, и в дальнейшем мы планируем там какие-то еще исследования также анонсировать. Я думаю, что можем перейти к вопросам, которые накопились за время нашего доклада. Да, Леонид, вопросов накопилось очень много, я боюсь даже, что мы все не успеем по всем пробежаться, но так вот, по частям. И первый вопрос такой, назови, пожалуйста, адрес сайта, где будут выложены исследования, еще раз, его не расслышали. Я постараюсь не запутаться, но если вдруг я включу микрофон всем докладчикам, выступавшим во время этого его доклада, и если они почувствуют, что это их вопрос, я просто предлагаю помочь мне и взяться за ответ. Так, еще будет такой вопрос к тебе, он был один из самых популярных. Расскажи, пожалуйста, о методологии исследования, каким образом получалось вот это процентное соотношение. Методология исследования следующая. 25 экспертов дали оценку каждому фактору. Фактор можно было оценить следующим образом. Не имея значения, влияние незначительно, влияние заметно, фактор, что это учитывать. Четвертый пункт, влияние значительное и пятый пункт, фактор крайне важен. После этого по каждому фактору оценки экспертов были просуммированы. За ответ, что фактор не имеет значения, я плюсовал 0 баллов, за оценку, что фактор имеет незначительное значение, 1 балл, и, соответственно, 2, 3, 4 за следующие оценки. После этого я рассчитал, исходя из максимального балла в каждом блоке, что максимальный балл это 100% возможной важности, а все остальные оценки, все остальные блоки уже получали какой-то меньший процент. Отрицательное влияние рассчитывалось отдельно от положительного, то есть я отрицательные факторы оценивал, исходя из максимальной а председательные оценки положительные, исходя из максимальной положительной. Спасибо. И первый вопрос такой. Как посчитать процент уникальности контента по отношению ко всему сайту? Давайте я попробую ответить на него. Процент уникальности контента на странице посчитать по отношению ко всему сайту можно, наверное, скачав специальным сервисом весь сайт и сравнив контент данной страницы с контентом всех других страниц сайта. Но я, наверное, вынужден здесь немного рассказать про сервис, который может позволить это сделать. Мы планируем его запустить в паблик после Нового года. есть такая программа, которая полностью перекачивает сайт, и такой анализ можно предоставить. Спасибо. Следующий вопрос такой. Во время обсуждения перелинковки вы сказали, что минус... Если страница ссылается сама на себя, это не очень хорошо. Почему? Я предлагаю ответить Антону Агапову. Да, минутку. Ксения, включи, пожалуйста, микрофон Антона Агапова. Продолжение следует... Продолжение следует... Антон. Да, слышно меня? Да, слышно. Значит, по поводу того, хорошо это или плохо, когда ссылка ссылается на себя. Вот, ну, мы исследовали ВКВЧ-запросы, вот, ну и понятно, что с точки зрения юзабилити это не совсем корректно, когда страница ссылается на самой себя. Это во-первых. А во-вторых, вот по всем ВКВЧ-запросам не было замечено, чтобы страница сама на себя ссылалась. Я здесь скажу очень привиальный тезис, что если бы это работало, то, наверное, бы так делали. Спасибо большое. Антон, наверное, к вам и следующий вопрос будет адресован. Вопрос такой, почему не стоит делать перелинковку для молодого сайта? Я здесь имел в виду перелинковку для сверхновых сайтов, прежде всего. И я не категорически против перелинковки, а я ее добавлял бы по мере необходимости. Вот, то есть надо изначально дать сайту нормально проиндексироваться, а потом уже в случае необходимости делать перелинковку. Ну, в данном случае мы, наверное, имеем в виду сайты коммерческой тематики, а для коммерческой тематики перелинковка должна быть минимальна. Вот здесь конкретно именно это имелось в виду. Спасибо. Еще один вопрос вам. Откуда мысль про какую-либо корреляцию схемы перелинковки и тематики? Ну, по поводу мыслей конкретных их как раз не было, потому что я сформулировал мысль таким образом, что для какой-то конкретной тематики я не нашел зависимости, какой вид перелинковки. Спасибо. Следующий вопрос будет к Леониду. Леонид, вопрос такой. Что имеет большее значение, количество точных вхождений или плотность? Ну, достаточно интересный вопрос. Я думаю, что вопрос нужно немножко уточнить. Значит, если количество точных вхождений на странице, имеется в виду, сколько раз нужно употребить ключевое слово, чтобы страница лучше аранжировалась, то это, в принципе, некорректный фактор. Такого фактора нет. Если говорить про плотность, я бы здесь немножко по-другому оперировал. Лично мы стараемся, скажем так, размещая какой-то контент на странице, мы стараемся в блоках текста находить какие-то части, где ключевое слово и его словоформы употребляются большее количество раз, чем в других частях. Либо в других частях не употребляются совсем. Пример. Заголовок, ключевое слово. Далее идет абзац. Там это ключевое слово несколько раз употребляется. Далее следующий заголовок и уже другой абзац, где уже другие ключевые слова, там первое ключевое слово уже не употребляется. Соответственно, количество вхождений мы лично в AeroMedia рассчитываем, исходя из медианы по топу. То есть мы смотрим количество контента у сайтов в топ-10, смотрим, сколько там вхождений, прямого вхождения, либо леммы. Уже исходя из этого считаем плотность, потом стараемся это употреблять, в контенте отстранить, таким образом, чтобы в одном блоке эти ключевые слова имели большую концентрацию. Спасибо, Леонид. Давайте перейдем к следующему вопросу. Какие CMS рассматривались в вашем исследовании? CMS из бесплатных, я правильно понимаю? Имеется в виду и те, и другие, и потом уточняющий вопрос про бесплатный CMS будет. Давайте пока на первый. По поводу CMS мы рассматривали лишь негативное влияние бесплатных CMS на ранжирование. Ну, к таким бесплатным популярным я могу, наверное, отнести без конкретики, просто скажу так, что те CMS, на которых делают большинство сайтов для продажи ссылок в SAP и в других, в других же крупных, и на которых сайты не очень качественные, вот речь именно об этих CMS. То есть в исследовании вы рассматривали только бесплатные CMS? Бесплатные CMS, которые, да, часто используются для спамных сайтов. Да, и вот следующий вопрос как раз такой, почему бесплатный CMS плохо влияет? Как вообще CMS может влиять? Я думаю, что здесь влияет не то, что CMS просто, ну, бесплатной. Я думаю, здесь цена CMS не имеет никакого значения. Имеет значение то, что, скажем так, факторы могут друг на друга накладываться. Если у вас на сайте там нет какого-то большого количества уникального контента, или, может быть, он и есть, но сайт еще молодой, и вы используете, допустим, WordPress со стандартным шаблоном, то у вас могут возникнуть проблемы в продвижении, поскольку сайт может попасть в группу. Он, может быть, очень похож на сайты, которые делаются для продажи ссылок. Спасибо. Есть ли ограничения на количество ссылок в карте сайта? Насколько я знаю, есть. Я сейчас точно это не вспомню, но это явно прописано в хелпе Яндекса. Там также указано, сколько всего может быть карты сайта. По-моему, там не более 50 тысяч в одной карте сайта, но в карте сайта, может быть, карты сайта может быть несколько. Главное, чтобы в главной карте сайта были упомянуты ссылки на другие карты сайта. Следующий вопрос такой. Насколько долго может длиться влияние факта ранее наложенных санкций? Я могу ответить сам. Можем кого-то из экспертов попросить. Давай. Я включу микрофон сейчас всем. Готово. Николай, Сергей, Дмитрий, Василий. Вы можете ответить на этот вопрос. Как я понял, там сколько длится санкций, точнее, эффект от снятия сайта. Да. Насколько долго может длиться влияние факта ранее наложенных санкций? Ну, где-то полгода они снимаются. Ну, а так... Нет, как-то не ведет. Не знаю, я считаю, что его нет. Кто-то добавит. Не всегда и не ведет. Ну, я прокомментирую. Возможно, здесь речь была о том, насколько, допустим, на сайте уже были наложены санкции, да, и после этого сайт снова там начинает продвигать, используя, может быть, какие-то основные нарушения спамных методов, да. Может быть, речь о том, есть ли какое-то повышенное внимание к сайту после этого. Есть какие-то комментарии по этому поводу у экспертов? В принципе, я могу, наверное, добавить. Опять же, если вас несколько раз забанят, то могут забанить инциды. Поэтому я думаю, что внимание какое-то пристильное, в принципе, есть. Но, с другой стороны, если изначально продвигаю спам, но нет, потом начну по-человечески заниматься сайтом, то, я думаю, проблем никаких не будет. Хорошо, спасибо. Я думаю, что мы можем перейти уже к следующему вопросу. И он такой. Какой процент ссылок от общей массы будет приемлемым для покупки в месяц? Я предлагаю ответить Николаю Хиврину. Николай, микрофон у вас включен. Так, значит, добрый день еще раз. Я считаю, что, в принципе, если сайт молодой, то количество ссылок, которые можно купить для него вначале, может быть не более 50 штук в месяц. Если сайт популярный, то не более 100 штук. Что говорить дальше, то если количество ссылок уже большое достаточно, то в любом случае оно не должно превышать 50% от имеющейся массы в течение следующего месяца. То есть, это вот основных два критерия. Примерно 50-100 штук в месяц, если сайт молодой, и не более 50% от имеющейся массы. Спасибо, Николай. И следующий вопрос будет адресован тоже вам. Не могли бы вы подробнее объяснить вопрос продвижения массива слов, а не конкретного запроса? То есть, все вариации запроса. Ну, здесь ситуация следующая. В каждой тематике есть всегда группа запросов, которые необходимо продвигать. В том числе, если, например, тематика продвижения или раскрутки сайтов. Вот Антон Агапов как раз и осматривал конференции SEO Moscow. За последние изменения алгоритма было видно, что те, кто, например, продвигал только один запрос, по этому запросу опустились, а по второму запросу, который не продвигали, соответственно, поднялись. Тем самым эффективно ставить ссылки именно на оба запроса, для того, чтобы обеспечить рост и по той, и по другой фразе. Тем самым, если ссылки ставятся только на одну фразу, позиции по ней все равно добиться не получится. То есть, необходимо выбирать все запросы, которые поисковая система и в данном случае люди считают принадлежными к этой тематике, к конкретному продвигаемому сайту. Спасибо. Еще один вопрос вам. Какой показатель отказов считается низким? Все очень сильно зависит от тематики, потому что, как бы, низкие, если говорить о тематике, например, такси, то там может показатель отказов быть и 80%, потому что людям нужно найти только телефон. А если, допустим, тематика связана с дизайном интерьера или мебелью, то там показатель отказов в 30% уже может быть высоким. Такой вопрос. Если на сайте, на который переходит пользователь, не установлена метрика, Яндекс.Метрика, а установлен Google Analytics, в таком случае параметр удовлетворенности оценен не будет, чем руководствовались эксперты, ставив 100 баллов данному фактору? Параметр удовлетворенности оценивается при переходе на следующий сайт. Если система статистики глобальная, например, то она может оценить вероятность перехода на следующий сайт при посещении того или иного проекта. Также может оценить пусковую систему, если клик был на определенный сайт, то при следующем клике по этому запросу на следующий сайт можно считать, что пользователь был неудовлетворен. Я с Николаем соглашусь. Все так и есть. Если человек зашел на сайт, а потом вернулся в результаты поиска и выбрал там другой сайт, то при подтверждении еще некоторых факторов поисковая система может это расценивать как то, что сайт первый не понравился, что его ожиданием не удовлетворило. Спасибо. Следующий вопрос касается поведенческих факторов. Уместно ли говорить о возможном появлении целых ботнетов для накрутки посещаемости и актуальности ссылок страниц? Здесь хочется сказать, что на самом деле для того, чтобы учитывать различные накрутки факторов посещаемости, необходимо обеспечить достаточно естественную активность в течение долгого промежутка времени. То есть если бот вышел и начал накручивать посещаемость или клики с поиска тому или иному сайту, то скорее всего в начале эти клики учитываться не будут. Этому боту необходимо посещать большую группу сайтов, использовать, скажем так, среднестатистическую группу запросов для того, чтобы создать эффективность естественного пользования интернетом. После этого, возможно, вклад в статистику будет достаточно большим. Вопрос возможности создания таких ботов достаточно сложен, потому что очень тяжело оценить, какова должна быть естественная эффективность, естественная активность, их активность при переходе на подобные сайты. Я хочу добавить, что поисковая система очень просто отследить, что в данном случае работает бот, а в данном случае заходит пуститель, который уже имеет историю поиска в Яндексе, с этого IP, либо если IP динамически может учитываться наличие аккаунта в Яндекс.Почте, что могут также какие-то данные получаться с Яндекс.Бара. Поэтому сделать бота, который будет накручивать, крайне сложно. Мы столкнулись с различным отношением Яндекса к посетителям или к ботам при разработке некоторых систем, которые обращались к Яндексу неоднократно для сбора какой-то информации, позиций или какой-то еще статистики. Поэтому могу сказать, что создание подобного бота это достаточно сложный процесс. Спасибо. Вопрос по процентам отказов. Если пользователь на первой же странице нашел то, что ему нужно, он удовлетворен, дальше не переходит, то показатель отказа соответственно будет высоким. Стоит ли пытаться в таком случае уменьшить данный процент отказа? Еще раз хочется на самом деле напомнить про то, что мы говорим не о показателе отказа, а о показателе удовлетворенности. То есть, если человек удовлетворен, на следующий сайт не пойдет. В таком случае на показателе отказа можно вообще не обращать внимания. Хорошо. Следующий вопрос. Насколько сильно влияет поведенческий фактор относительно других? Мы оцениваем примерного влияния в равных долях, что внешний, внутренний и поведенческий факторы. Следующий вопрос касается внутренних факторов. Есть ли какие-либо исследования по HTML5? У нас пока нет. Следующий вопрос. Про аффилированность. Если только одинаковый адрес, три разные фирмы, владельцы разные, запросы пересекаются по минимуму. Может ли Яндекс посчитать такие сайты аффилированные? Но если только один адрес, то Яндекс, если совпадает только адрес организации, логично предположить, что в одном месте может находиться несколько юридических фирм, в одном офисном здании, например, тогда Яндекс вряд ли будет использовать аффилированный фильтр, но даже если он его вдруг наложит, то я думаю, что в процессе переписки с саппортом Яндекс можно будет таких санкций избежать, их как-то снять с сайта. Кажется, Антон Агапов хочет кое-что добавить. Минутку, Антон. Да, микрофон включен. Спасибо. Знаете, здесь по поводу аффилиатов понятно, что они нужны фирмам, которые продвигают свой сайт. То есть в умах людей все равно сидят идеи о монополизации выдачи. И скажу честно, мы, естественно, часто идем навстречу клиенту, у нас такие клиенты есть. Но фишка в чем? Помимо самой проблемы аффилированности, ее можно решить, разнести на разные IP, на разные хостинги, разные домены, на разные хостинги, но заафилировать можно по стуку. То есть, например, если вы звоните, и одна и та же Маша подходит к телефону, то это плохо. И, кстати говоря, я вот когда было дело пробивал запрос продвижения сайтов, продвижения сайта, продвижения сайтов, раскрутка сайта, раскрутка сайтов, вот даже такие монстры, действительно монстры, они палятся тем, что одна и та же Маша подходит к телефону. И тогда уже по стуку такие сайты баницы аффилируются, их реально очень сложно потом разафилировать. Антон, спасибо. Есть еще один вопрос к вам. Если на странице закрыть меню и оставить одну ссылку с перелинковкой по конкретному запросу, будет ли эффект? Ну, по поводу закрытия меню как такового, давайте просто разделим этот вопрос на две составляющих. В идеале сайт должен иметь меню. Я этот простой тезис озвучиваю, скатясь принципом юзабилити. То есть, мне действительно очень сложно представить себе сайт, на котором нет меню. А что касается, если вы уж меню закрыли, ссылка будет работать. Спасибо. И, наверное, Леонид, уже последний вопрос, потому что мы несколько вывелись из графика. И вопрос такой, как сегодня влияют русскоязычные домены на факторы ранжирования сайта при поиске? То есть, я так понимаю, кириллические домены, речь о кириллических доменах. Да. Ну, к сожалению, какого-то масштабного исследования по этому поводу мы пока не проводили, хотя, в принципе, тема интересная. Я думаю, что, скорее всего, мы как-то ее еще затронем. Ну, я могу лишь подняться своими предположениями. Мне кажется, что в том случае, если сайт на домене в зоне РФ будет совпадать с сайтом на домене в зоне РУ, и это будет каким-то образом подтверждено, тогда, ну, и главным зеркалом будет выбран сайт в зоне РФ, тогда сайт в зоне РФ имеет шансы получить высокое ранжирование и хорошие позиции, несмотря на то, что он достаточно молодой. Но, мне кажется, что нецелесообразно будет поисковым системам, в частности, Яндексу, начинать как-то по-особому ранжировать сайты в зоне РФ, не совпадающие с своими сайтами в зоне РУ, только потому, что они в зоне РФ, потому что это может сильно отрицательно сказаться на качестве выдачи. Спасибо, Леонид, в заключение просят показать слайд про пересечение HTML-тегов, кажется, он второй или третий от начала. Я бы хотел еще сказать всем слушателям, что по возможности, если докладчики против не будут, то сегодня презентацию мы выложим на seonews.ru в разделе обзора. Я бы хотел еще такой момент добавить. К сожалению, как я уже говорил, Александр Илюстик не смог быть комментарием, но я попрошу его, он даст комментарии письменно. Мы постараемся где-то их опубликовать, чтобы слушались мнения Александра по поводу аффилиатов тоже услышать. Хорошо, спасибо большое, Леонид, за подробное исследование, проведенное вами, и за представление здесь у нас. И хочу также поблагодарить всех ваших помощников, экспертов. Мы сейчас делаем небольшой перерыв и в 14.15 вернемся к третьему докладчику. Оставайтесь с нами. Спасибо большое. Давайте продолжим. Завершает нашу сегодняшнюю программу Юрий Кушниров с темой исследования разницы в выдаче Яндекс и Google. Юрий, сейчас я включу микрофон. Юрий. Да, добрый день. Сейчас я выберу окно. Видно, да? Да, видно. Вот, нажмите на экран. Все готовы, да? Можно начинать? Да. Итак, сегодня уже было много довольно сказанного про исследование, я понял, что оно больше было направлено именно на Яндекс. Мы провели исследование и сравнили выдачу как в Яндексе, так и в Google. В Яндексе это было по московскому региону, как самому популярному, Google общий регион. Как мы его делали? То есть мы собрали около 300 слов, там было около 30% высокочастотных, где-то 25% низкочастотных и остановились среднечастотные запросы, как его зависимые, так и независимые. То есть мы не делали разбивку ни по конкуренции, ни по зависимости, ни по коммерческой и как-то еще. То есть нас интересовали общие тенденции выдачи. Собрали топ-10 для тех и для того и другого поиска и анализировали различные показатели сайтов, которые попали в топ-10. Могу сказать, что пересечение Яндекса и Google в топе составляет, если под домином смотреть, порядка 48%, а если брать конкретных страниц регионатных, то там около 24, то есть это четверть страниц в топе Яндекса и Google одинаковые. Итак, переходим непосредственно к данным. Первое, что мы изучали, это количество главных страниц выдачи. В этом факторе довольно много говорят. Как вы видите, тенденция происходит к снижению. Сейчас всего лишь менее 50% в обоих поисковых системах именно может. Остальное это какие-то внутренние страницы. Но в Google причем этот показатель немножечко больше, где-то процентов на 5-7. Раньше, когда мы это изучали, где-то год-полтора назад, было процентов на 20 больше. То есть в марте было до 70%. Чаще всего это высокочастотные запросы, но не всегда. Следующий фактор, о котором довольно много говорят, время загрузки страницы. Как мы видим, никакой четкой тенденции, да и нечеткой в принципе тоже нет. полностью все топ-10 грузятся где-то от 0,7 до 0,8 страниц. То есть это наталкивает на такие мысли, что если ваш сайт открывается роботом менее чем за секунду, в принципе никаких проблем там, это ни плюс, ни минус вам никакого не даст. Если же ваш сайт грузит доли 3-5 секунд, то это может дать уже какой-то негативный показатель вашего ранжирования. Но просто это не дает. Это нужно учитывать. Следующий показатель возраст домина. То, о чем очень много говорят. Как показывают последние исследования, обе искового системы любят старые сайты, чем дольше, тем лучше. Вообще-то идеальный показатель это минимум 5 лет. Но мы брали 3 года, вы видите, что более 50% всех сайтов в топе это сайты, у которых возраст от 3 лет. Причем в Яндекс показатель немножечко больше. Попадаются молодые 6% и в Яндексе и в Google цифры почти одинаковые, на единицы отличаются. В принципе, у Google более лоялен и у него больше сайтов, которые попадают в промежуток от года до 3. То есть год, полтора, два. В Google можно пытаться такие сайты двигать. В Яндексе более тяжело и все-таки нужно ждать какое-то время. Особенно если это высокочастотные и высококонкурентные запросы. Если сайт молодой, до года вообще не стоит даже браться, а если год, полтора, два, то сто раз подумайте, стоит ли вообще с этим связываться. Далее. Доменные зоны. Картина не такая красивая, как мы смотрели по другим регионам. Видите, из 3 тысяч сайтов более чем 2,5 это все сайты в зоне РУ. У нас была надежда, что там попадется МСК, РУ, Новосибирск, РУ. ничего подобного. Там буквально 2-3 сайта из всей выборки, которые имели такое решение. Даже что-то там точка РУ все равно никаким образом не влияло. Тут неизвестно, это потому что, скорее, это обратный фактор. Это не потому, что Яндекс и Гугл лучше ранжируют сайты в зоне РУ. Это, скорее всего, оптимизаторы сами выбирают такие сайты и двигают их. Как мы видим, другие попадаются, в том числе и КОН, и НЕТ иногда, и ЕГО, даже белорусские сайты. Но все-таки подавляющее большинство, более 80% сайтов, это сайт .ру. Верхний уровень. Причем в Гугл это больше. Могу сказать, что подобные исследования мы делали в Украине, там была ситуация немножко обратная. Там, скажем, привязка к украинскому домену не так принципиально. Там гораздо больше попадалось международных доменов, типа НЕТ, КОН, ОРГ часто встречался. Инфы попадались, БИС и так далее. В Яндексе это более строго. А здесь обратная ситуация. Дальше. И регионы выдачи. Вот тут тоже довольно интересная ситуация. Смотрите, в Яндексе то, что попадает, это именно Москва. 22% те, которые определены, 8% это РТФ в целом, затем другие какие-то там регионы, 1% Украины и 1% Санкт-Петербург. 54 сайта это не те, которые мы не смогли представить, а это те сайты, которые мне присвоили никакой регион. В Google ситуация немножко другая. В Москве немножечко меньше, 17%, в России столько же 8%, в другие столько же 8%. В Санкт-Петербург, в Москва, в Санкт-Петербург, в Украину и в Новосибирск вообще не попали. Зато гораздо больше сайтов, у которых региональная принадлежность никак не определена. 61%. Но это говорит о том, что если для Яндекса вы продвигаетесь, то в принципе и по именно зависимым, геозависимым запросам вы можете прописывать себе регион. Но если вы его не прописали, то это не критично, это не смертельно. Такие сайты тоже попадают в выдачу, причем довольно неплохо. Ну, конечно же, это при прочих других равных данных. Далее. Количество исходящих ссылок с домина, то есть это сайта в целом. Конечно, данные собраны по поисковой системе Bing, потому что вручные данные такие собрать очень тяжело, потому что сайты там, как правило, имеют десятки и сотни тысяч страниц в индексе и все их проанализировать проблемно. Но общая тенденция, в принципе, она верна. Как видно, Google более лояльно относится к исходящим ссылкам с домина. Яндекс к этому относится более строго. То есть мы видим, что даже показатели, у которых более двух, доходят до двух с половиной тысяч ссылок, внешних ссылок, незакрытых ни на индекс, ни на холл, на другие внешние сайты. В Яндексе этот показатель более гладкий, то есть составляет примерно в полтора-два раза меньше, хотя в средние показатели они примерно равны. То есть отличие всего лишь на 15-20%. Это говорит о том, что не нужно с какой-то обо мной фанатичностью закрывать все ссылки, бороться за их уничтожение, что-то еще. Вот другой показатель, намного более интересный, это уже количество исходящих ссылок с конкретной посадочной страницы. Эти данные мы уже собирали сами вручную, здесь ситуация строго обратная. Яндекс гораздо более лояльно относится к внешним ссылкам. Здесь тоже не учитывали ссылки, закрытые на иннове. Смотрите, для Яндекса количество исходящих ссылок со страницы 5-7, это нормально, включая и счетчики, и рейтинги, и ваши партнеры и так далее. Для Google это 4-5. То есть они хотят открыто, они не рекомендуют, и вот Google всячески обычно в своих докладах подчеркивают, что хорошая ссылка, это дает плюс как и вам, как акцентру, так и домину. практика показывает, что большое количество вот именно с конкретной страницы, которую вы продвигаете, это как бы не есть хорошо. Следующее понимать, что количество внешних ссылок например на главных и на внутренние оно разное, и поэтому когда вы берете среднюю, вы должны их как-то разделять. С главных это обычно до 10, а с внутренних это до 3. У средних получается вот такая вот. Следующий показатель, о которых уже тоже много говорили, это внутренние ссылки касательно и перелинковки в том числе. Ходит много слухов, сколько влияет ли, утекает ли вес на внутренние страницы, надо ли их закрывать, минимизировать и так далее. Вот, как вы видите, никакой абсолютно зависимости и в первой позиции, и во второй, и в восьмой, и в десятой общее количество внутренних ссылок примерно одинаковое и составляет от 50 до 60. В Яндексе это чуть побольше, в Google это чуть поменьше. Возможно с тем, что Google говорит, что он начинал только одну ссылку с одной страницы. В Яндексе в принципе правило с одной страницей можно ставить несколько ссылок на одну и ту же, если они с разными корами идут. В принципе максимальное количество внутренних ссылок, которые мы видели, это было вплоть до 250 ссылок. Это была такая страница в виде каталога и она тоже довольно неплохо индексировалась. Но в принципе более 100 ссылок на одной странице мы не рекомендуем ставить, потому что это и для поиска не очень хорошо, но главное это для пользователей. А в связи с тем, что поддержки факторов все-таки в дальнейшем я думаю будут все больше и больше иметь вес, это может существенно косвенно ухудшить ваши позиции. Так, следующее. Наличие сайта выдачи в Яндекс.Каталоге либо в ДМОЗе. Довольно тесная ситуация, смотрите. вполне очевидно, что сайты, которые находятся в Яндекс.Каталоге ранжируются лучше. И в топ-10 таких сайтов более 50%, там 54 с копейками. Сайты, которые находятся в Яндекс.Каталоге в Google ранжируются не намного лучше, ведь их всего лишь 20%, то есть 1 пятое. Если же мы говорим про Google, то там ситуация строго обратная. Сайтов, которые находятся в Яндекс.Каталоге в выдаче Google, их порядка где-то 20%, а те, которые находятся в ДМОЗе, то есть это что, как бы ДМОЗ гораздо более лояльно от Google и наоборот. Следующий фактор, который мы анализировали, это количество слов на странице. Конечно же, он тоже довольно средний, есть страницы и более короткие, есть и более длинные, но в принципе считается, что оптимальное количество слов от 600 до 700 на одной странице, это на конкретной странице в выдаче. То есть если вы пытаетесь написать идеальный текст, то вы безусловно должны проанализировать конкурента по вашему, по конкретной тематике, по вашему ключевому слову и так далее. Но в принципе вы должны отталкиваться, что в среднем это 600, там 650 слов на странице. Вид в яндексе немножечко больше, там буквально на слов 20. В Google немножечко меньше. Если эти же цифры перевести в символы, то есть как оператор, насколько я знаю, часто оперирует именно расчетом нескольких символов, то это от 3,5 до 4 тысяч символов на посадочной странице. Как мы видим, что здесь тоже нет абсолютно никакой корреляции, то есть чем больше слов, тем выше позиция, либо наоборот, примерно одинаковое количество и на топ-1, и на топ-2, и на топ-9, и на топ-10, ну и в среднем по системе. Тем образом, это, наверное, сама величина текста, это не такой критический фактор, как, например, там тоже вхождение и так далее. Идем далее. Что еще интересного можно сказать? Вот довольно интересные показатели. Это метатеги на странице выдачи. Самое критичное, как мы видим, здесь считалось только точное вхождение. Точное вхождение, максимальное точное вхождение это вводе, то есть через страницу обязательно должно быть хотя бы одно точное вхождение. Но мы видим, сайтов, которые имеют такое вхождение, выше более 40%, а 40% до 45%. Причем в Яндексе они немножечко больше. Точное вхождение в тайтле встречается в 35% случаев всех сайтов. Затем идет Keywords, причем там и для Яндекса, и для Google более, вообще там один в один сайт, буквально на один сайт из трех тысяч разница. И составляет 20% для Description это всего где-то 15-18%. Вы должны помнить, что Description учитывать Google в основном для того, чтобы формировать сниппет. Keywords с Google вообще не учитывается. Как правило, его многие, кто оптимизирует, просто упускают. Однако, как показалось, практика, люди, которые занимаются оптимизацией, заполняют полностью все теги, в том числе роботцы, и тем сгенерировано, и автором, и так далее, и так далее. Ну вот, что касается метатегов. Переходим далее. Входящих ссылок на страницу. Вот очень интересный показатель. В среднем, количество входящих ссылок на одну остаточную страницу составляет чуть более 200 ссылок. Понятно, что их можно делить по качеству, по тематичности, по весу и так далее. В принципе, если так ударить по всей выборке и определить среднее по больнице, то мы получаем, что это 200-250. Причем, для Яндекса намного выше. Что здесь интересно? Если вы обратите внимание, топ-1 и топ-2 очень сильно отличаются от среднего, и выстреливают. Есть одна из таких теорий, к сожалению, пока еще никакая не подтверждена, что для топ-1, топ-3, топ-5, топ-10 существуют немножко разные формулы. Не знаю, если там прямо разделение топ-1, 3, 5, 10, или это оптимизаторы для себя выдумали, но то, что для топ-1 возможно и для всех остальных позиций в топ-10 возможно есть какие-то ограничения. В принципе, количество внешних ссылок на страницу, как видно, это подтверждает. Причем в Яндексе гораздо более ярко выражено, чем в Гугл. Хотя, видно, 4-й, 5-й позиций тоже каким-то образом выстреливает. Может быть, это какой-то сигнал, символ, что ли. Тут интересно заметить, что именно в Яндексе количество входящих ссылок на конкретную страницу выше, чем в Гуглу. Следующий показатель это входящих ссылок на домен в целом. Это, скажем так, косвенный показатель тоже может быть авторитарности сайта или чего-то еще. Здесь мы видим картину следующую, что всего в среднем на сайт порядка двух тысяч ссылок обычно стоит, которые проиндексированы. Причем на топ-1 и 2, как мы видим, доходит до 10, от 6 до 10 тысяч. Тоже первые две позиции довольно сильно отличаются. Это еще раз наталкивает на мысль, что возможно для топ-1 есть немножечко какие-то другие правила. А может быть наоборот люди, которые просто за первое место берут эти ссылки с огромным запасом. Тут неизвестно, что является причиной, а последствием. Но в принципе такую тенденцию мы видим, и если мы стремимся к топ-1, мы должны это учитывать, что это будет нам сделать намного сложнее, чем, скажем, тот же топ-5, к примеру, взять. В среднем 2000 ссылок для топ-1 8, в гугл, как мы видим, это более усредненное. То есть, если в Яндексе первая и вторая позиция не очень сильно отличаются, то в гугле они немножечко ниже. Хотя, если брать в целом топ-10, то в Яндексе буквально на сотню ссылок больше требуется для продвижения. И кратко пробежимся по всем выводам. В обоих поисковиках от 40 до 50% это именно стартовые страницы, причем в гугл может значительно больше, чем в Яндексе. Среднее время загрузки на целых 80 секунд. Никакой зависимости нету, чем быстрее грузится, тем лучше. Если ваш сайт загружается быстрее, чем за одну секунду, этого достаточно, чтобы вы довольно высоко аранжировались. Самая популярная обдоминная зона это RU, причем она найдется огромнейшим отрывом, то есть более 80%. Это если у вас есть какие-то вопросы по поводу какой домин выбирать. Оба поисковые системы любят старые домины. Больше трех лет более 55% выдачи. В Яндексе это более заметно, в Гугле менее заметно, но в принципе это факт и его нужно учитывать. Гугл более спокойно относится к исходящим ссылкам с домина. Для Яндекса это более строгий, если мы говорим про домин. Если же мы говорим про количество внешних ссылок с посадочной страницы, конкретно которые вы оптимизируете под тот или иной запрос, то в Яндексе он выше. Он позволяет иметь от 5 до 7 внешних ссылок, а в Гугле от 4 до 5. Далее. Среднее количество внутренних ссылок у обоих поисковых систем от 50 до 60. В Гугле эта цифра немножечко ниже, в Яндексе выше, но я думаю, что это не такая большая особенность, чтобы их различать. Среднее количество текста на странице это от 600 до 150 слов, ну или от 3,5 до 4 тысяч символов. В Яндексе текста примерно на посадочных страницах на 10% больше, чем в Гугле. Для обоих поисковых системах важно точное вхождение ключевого слова в теги title и упоминание в самой странице в боди. И в Яндексе больше входящих ссылок на конкретную страницу, а у обоих поисковых систем количество входящих ссылок на доме в целом примерно одинаково. Вот тут вывод немножко не передел. Основные принципы ранжирования в Яндексе и в Гугле примерно одинаковые, но возможно там просто стоят разные коэффициенты. Вот вкратце все, что мы хотели сказать по этому исследованию. Могу добавить, что у нас есть аналогичное исследование по украинской выдаче, по белорусской. Да, там Тутбай и Google.com.by. В принципе, кому интересно, можно посмотреть, сравнить данные. Там есть некоторые отличия, причем по некоторым показателям довольно интересные и довольно серьезные отличия именно Украины, скажем, и России. Все, если есть вопросы, я вас слушаю. Спасибо. Спасибо. Алло, слышно? Да, слышно. Сейчас вопрос не будем зачетовать. Да, где можно посмотреть результат анализа по Украине. На блоге Сиалипру, блок.сиалипру.ру Алло, слышно? Да, да. На блоге Сиалипру. На блоге Сиалипру.ру Блог.сиалипру.ру и там есть презентации. Хорошо. Так, вопрос от Романа. Сколько сайтов участвовал в анализе? 3000 по Яндексу и 3000 по Гугл. Ну, то есть, 300 слов и по каждому слову был собран топ-10. Так, еще спрашивают, были ли такие же исследования по Беларуси? Да, были. Я как раз их докладывал на конференции, которая была в Минске, и тоже исследования и презентация лежат на нашем блоге. Так, Сиапульт озвучивал, что возраст сайта на данный момент имеет гораздо более низкое значение при продвижении. Можете ли Вы прокомментировать? Будет ли снижаться эта зависимость на Ваши сайта? Понимаете, я стараюсь не оперировать словами более низкое. Более низкое трех лет это что? Опять же, смотрите, если мы возьмем один сайт и его продвинем, это еще не будет каких-то тенденциях. То есть, мы прононизировали 3000 сайтов и из них 1500 имеет возраст более трех лет. Из этого мы делаем вывод, что более высокий сайт предпочтительнее. Конечно же, если на одну чашу весов ползает возраст, на другую как-то загнать его супер уникальным контентом полезным и огромным количеством ссылок, возможно, это как-то что-то и сделает. Но это будет скорее исключение, чем правило. Я не думаю, что тенденция по уменьшению будет уменьшаться, что возраст не будет играть роль. Если вы знаете тот же американский заграничный поисковый систем, у них вообще если сайт уменьшит, чем 3-4 года, то никто даже не берется за продвижение. И там, если у нас не 3-4 месяца, а минимум 6-8 месяцев идет само продвижение. Я думаю, что все идет к тому, что сами сроки контрактов и договоров будут увеличиваться. И возраст должен быть все больше и больше со временем. Не знаю. Нужно узнать какие сайта брал тот же себя пульт и проанализировать. Если взять массу низкочастотных сбороков, то понятно, что там будут совершенно другие результаты. Мы как раз именно взяли сборную солянку, чтобы результаты были более размытые. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Каким образом поисковик понимает, что человек перешел по ссылке с адресной строки или закладок браузера? У меня об этом не было, но я могу сказать, что, скорее всего, если стоит та же метрика, либо какой-то другой счетчик, с которым, я уверен, Яндексу может быть какой-то договор, он определяет прямой переход. Либо, если стоит тот же тулбар Яндекса, то он обязательно об этом сообщит. Либо, если Яндекс метрика, опять же, есть вероятность, Google, например, если кто пользуется Хромом, то Хром стучит обязательно поисковую систему о поведении пользователя. Я думаю, только так. Яндекс собирает с помощью тулбара и метрики. Google собирает с помощью своего браузера. Возможно, Яндекс тоже собирает с помощью Firefox, но доподлинно это неизвестно. Как вы относитесь к перелинковке? Хорошо. А что за вопрос? Что конкретно имеется в виду? Перелинковка играет очень важную роль. Предыдущий докладчик говорил, что она должна быть у старых сайтов. Я считаю, что это в корне неверно. Она должна быть изначально. Это нужно сказать, что сначала сделаем плохой сайт, а потом не будем его улучшать. Я думаю, что нужно сразу делать хороший сайт и сразу делать грамотную перелинковку. И это много раз проверялось, и это грамотно работает и для Google. Вопрос. Заберялась ли тошнота ключевых слов? Нет. Такое не проводили. У нас есть один из с помощью которых это можно сделать в считанные минуты. Понимаете, тошнота очень сильно коллерирует. Во-первых, до конца нет, что такое тошнота. Если мы говорим о конкретной плотности это одно, а тошнота это из разряда каких-то тех же мифических фильтров, которые вроде бы есть, но их никто не знает. Если мы говорим о конкретной плотности ключевого слова, опять же, точное, не точное, разбавленное и так далее, то оно очень сильно зависит во-первых от того, какое-то одно, два, трех условных словосочетания, а во-вторых, насколько это популярное слово. Понятно, что там словосочетание продажи квартир и словосочетание решений дифференциальных уравнений будут совершенно разные показатели, потому что типо запросов и у них разная частота. Вы рекомендуете продвигать молодые сайты по высокочастотным или низкочастотным запросам? Если молодые, то низко- и среднечастотные. Высокочастотные должны присутствовать, но они редко будут. Опять же, смотрите, если это коммерческие, тогда, я думаю, это почти без шансов. Если это информационные запросы либо транзакционные, то вполне возможно, что этого можно будет достичь. В принципе, молодой сайт лучше начинать мало, лучше взять большое количество низкочастотных и среднечастотных слов и работать с ними, а уже потом постепенно высокочастотники подтягивать. Следующий вопрос. Зависимость позиции от возраста сайта исследовали? Зависимость позиции от возраста сайта. Да, смотрели, там примерно такая же картина, то есть мы сделали только такую диаграмму круглую, но в целом, если проанализировать, получится, что нет никакой яркой выражки, на первом месте как-то массивно отличается от 7-го либо 8-го. В принципе, картина, то же самое, как и скорость загрузки, равномерное распределение идет. И вот сейчас пока последний вопрос. Как продвигаться одновременно в Яндексе и в Гугле? Ведь в Гугле можно вытянуть любой запрос анкорным спамом, а в Яндексе не любят. Я бы не сказал, что любой запрос и любой сайт это довольно спорное утверждение. В принципе, да, Гугл, скажем, в следствии того, что он немножечко хуже знает русский язык, чем Яндекс, то есть у него там еще не все фильтры его заточены, по камере, вот по России, Украине, этот факт точно есть, и они его признают. Но если вы хотите продвигаться одновременно в Яндексе и в Гугле, просто не используйте спам, в принципе, то есть используйте довольно много общего, то есть грамотная внутренняя перелинковка, грамотность, уникальные тексты и нормальная ссылочная база, в принципе, это вот три фактора, которые обоими поисковыми системами работают на ура. А уже там какая должна быть плотность, сколько должно быть ссылок и так далее, и так далее. Но это не так принципиально. Главное, чтобы это все делать с умом. Так, еще есть несколько вопросов. В последнее время Яндекс как-то по-особому относится к запросам со слова «купить», «продажа». Есть ли у вас комментарии по этому поводу? Ну, это коммерческая группа запросов, то есть к ним всегда было немножко другое отношение. Возможно, что в последнее время они просто все больше и больше выносят их в отдельную группу. То есть, если, скажем, по классическому делению, делить на коммерческие информационные транзакционные запросы, то раньше они просто как бы делились и была небольшая там, небольшая отличия. Вполне возможно, что сейчас эти три группы разносятся совершенно как бы разной сферы. Возможно, у них даже свои формулы. Там есть формулы те же самые, но коэффициенты могут быть разные. Я думаю, что это связано именно с этим. Так, запросы, по которым проводилось исследование, какого рода информационные, коммерческие, транзакционные, инновационные? Они разные были. Разные. Там были и коммерческие со словами купить, там мобильный телефон, дети, были слова типа одноклассники ВКонтакте, были и где найти. То есть, мы специально взяли разные, из разной частоты и разной конкуренции. И про плотность ключевых фраз выращивают, видимо, хотят узнать, какую вы рекомендуете плотность использовать. Плотность разного. По нашим исследованиям она может быть от 1 до 7%. Это очень сильно зависит от конкретного слова, от конкретной фразы, тематики. Ну, то есть, нет универсальной цифры, там универсальной формулы какой-то. Это все очень индивидуально. Опять же, для одного сайта это может быть одна плотность, а для другого другая. Нужно еще смотреть там, там много на самом деле показателей, например, количество релевантных страниц на сайте. На каких страницах сайта встречается данное слово, данная ключевая фраза. Так сходу нельзя сказать. Учитывает ли Google ТИЦ и учитывает ли Яндекс.Пейдж Ранг при ссылочном ранжировании? Никогда ничего подобного не слышал. Ну, смотрите, что такое ТИЦ и Пейдж Ранг. По сути, ТИЦ, грубо говоря, это количество ссылок на вас. Это косвенный показатель, который, в общем-то, ни о чем таком не говорит. То есть, так же, как и Пейдж Ранг. Это количество входящих ссылок и количество входящих ссылок. По сути, это всего лишь косвенные показатели и одна хорошая тематическая ссылка с PR0, она может сработать лучше, чем нетематическая ссылка с Порна сайта с PR3-4. То же самое с ТИЦ, если в сайтах и Мячках с ТИЦ 1000 ссылается на вас коммерческая тематика, то это намного хуже, чем если сайт с ТИЦ 100, к примеру, но ваши тематики коммерческие ссылаются на вас. Опять же, от анкора еще зависит. То есть, не стоит принимать эти показатели, как инстанция в последний как какой-то совет. А уж то, что Яндекс смотрит PR, это вообще из области фантастики. То есть, на самом деле, Google смотрит на ТИЦ. Ну, все, давайте тогда спасибо большое, Юрий, за интересные доклады, за вопросы, интересные ваши ответы. Большое спасибо всем докладчикам, слушателям. Будем благодарны за ваши отзывы о сегодняшнем мероприятии. Да, вначале там было все сумбурно, немножко пришлось перенести, но надеемся в дальнейшем таких будет быть. Уверен, что среди наших сегодняшних слушателей были потенциальные докладчики для наших следующих мероприятий. Возможно, были потенциальные информационные спонсоры. Пишите, обращайтесь, все в стадии, следите за обновлениями на наших сайтах на семонлайн.ру. На сегодня программа нашего семинара закончена. Хочу вас пригласить. Ближайшее мероприятие состоится 17 декабря. У нас будет вебинар с специалистом английской компанией. Вебинар будет на английском языке, но мы организуем перевод. Можно будет и вопросы на русском задавать, мы их будем переводить на английский. И докладчик будет читать на английский, мы ее будем переводить на английский. Поэтому регистрируйтесь, регистрацию уже открыли на соцстадии, на семонлайн, и на семьюз, думаю, скоро открою. И будем рады встретить вас на сегодня. До свидания.